Мандельштам в Воронеже. По письмам Рудакова. Введение. О рукописях Николая Гумилева и Осипа Мандельштама, пропавших у вдовы Рудакова. В печати об этой злосчастной истории известно только из книги Надежды Мандельштам «Воспоминания» и «Беглых упоминаний» в ее же второй книге. Однако эти сообщения нуждаются в серьезных коррективах. Написанные легкомысленной скороговоркой, они нарушают последовательность событий, искажая тем самым смысл происшедшего. Так как я нередко бывала посредником в переговорах Ахматовой, Мандельштам и Харджиева с Финкельштейн Рудаковой, а после смерти последней в 1977 году получила доступ к ее архиву, считаю своим долгом придать гласности все, что мне известно по этому делу. Глава первая. С Рудаковыми я познакомилась в Воронеже, когда я приехала туда к Мандельштамам на майские праздники 1936 года. Сергей Борисович и его жена приходили к ним ежедневно. В одном вагоне с Линой Самойловной я выехала из Воронежа по прошествии праздничных дней, я в Москву, она дальше в Ленинград. Летом 1936 года Сергей Борисович вернулся из Воронежской ссылки домой, и когда Рудаковы бывали проездом в Москве... Или я приезжала в Ленинград. Мы встречались. Мне уже тогда было известно, что Рудаков работал в Воронеже над автокомментарием Мандельштама к его уже вышедшим книгам, что Мандельштам видел в нем будущего редактора собрания своих стихотворений, что для этой цели Рудакову были предоставлены черновики и беловые автографы Мандельштама. Кроме того, Анна Андреевна Ахматова, встретив в Воронеже у Мандельштамов Рудакова, это было в феврале 1936 года, и, открыв в нем страстного почитателя Гумилева, к тому же текстолога и стиховеда, предоставила ему для работы часть своего гумилевского архива. В Ленинграде до самой войны она нередко видалась с Рудаковым. 28 мая 1940 года она подарила ему свой сборник из шести книг с надписью Сергею Борисовичу Рудакову на память, а Ахматова. Но когда именно Ахматова передала ему архив Гумилева, мне осталось неизвестным. Уже в 1974 году мне рассказывала Наталья Евгеньевна Штемпель, воронежский друг Мандельштамов, что в 1937 году она получила приветственную телеграмму из Ленинграда с тремя подписями «Ахматова, Мандельштам, Рудаков». По ее словам, до войны у нее хранилось несколько таких телеграмм, посланных из Ленинграда во время последних наездов туда Мандельштама. Таким образом, связь обоих поэтов с Рудаковым не прерывалась. Война застала Надежду Яплину в Калинине, куда она переехала вместе с матерью в 1939 году, обменяв московскую комнату на какой-то домик, который она в своих письмах шутливо называла «Палаццо». Наезжая в Москву, она неизменно встречалась со мной и Харджиевым. Не один раз ночевала у меня и переписывалась с каждым из нас. Когда немцы приблизились к Калинину, ее эвакуировали вместе с матерью и довезли до далекого Казахстана. Там она работала в колхозе. С большими хлопотами Анна Андреевна вытащила их оттуда в Ташкент. Там уже жил в эвакуации брат Надежды Евгений Яковлевич. У меня, остававшейся всю войну в Москве, наладилась письменная связь со всеми ними. В одном из моих писем в Ташкент я сообщала о появлении в Москве раненого и контуженного Рудакова. Надежда Яковлевна откликнулась 29 июля 1942 года. «Горячий привет Сергею Борисовичу! Просто расцелуйте его! Я так счастлива, что он жив! Ведь мы его оплакивали! До нас дошла весть о гибели молодого талантливого литературоведа. Должно быть, он обидится, узнав, что его называют молодым. Но пусть простит. Я тоже думаю, что он был храбрым и крепким бойцом. Кто он? Командный состав или красноармеец?» Далее Надежда Яковлевна ведет речь о рукописях Мандельштама. «Вещи я из Калинина свои захватила, но ведь у меня их было очень мало. Вот и в Ленинграде, наверное, все пропало. И уж этого у меня никогда не будет». 19 сентября она снова вспоминает Рудакова. «Передайте привет Сергею Борисовичу. Очень бы хотела его видеть. Скажите ему последнее письмо от Наташи, имела в феврале. Не знаю, что с ней, и очень тоскую». Уже в марте 1943 года она спрашивает, как Сергей Борисович. «Если он в Москве, передайте ему привет». Это в приписке к письму Анны Андреевны. Ахматова, в свою очередь, спрашивает меня об общих друзьях. «Где Сергей Борисович? А с Меркиной?» Летом Надежда Яковлевна осторожно спрашивает у Хаджиева, что слышно про Рудакова. «Что он? Опять на фронте?» Видимо, в моих письмах проскальзывала тревога за Рудакова, к чему у меня уже были основания. Получив от меня в мае 1944 года сокрушительное известие о гибели Рудакова на фронте, Надежда Яковлевна пишет мне 17-го. «Вы понимаете, что для меня значит смерть Сергея Борисовича? Это одна из самых страшных потерь за эти годы. Ради Бога, перестаньте от меня все скрывать. Это очень нехорошо». Анна Андреевна и Надя послали Рудаковой в Свердловск соболезнующую телеграмму, полученную 7-го мая. «Лина Самойловна, никогда не забудем дорогого Сергея Борисовича». Надежда Мандельштам, Анна Ахматова. «Лина Самойловна сообщала мне в письме из Свердловска 3 июня 1944 года, что она получила также отдельное письмо от Надежды Яковлевны. Ошеломленная постигшим ее несчастьем, Лина описывала мне в том же письме свое состояние. «С вами больше, чем с кем-либо», — хотелось бы говорить о нем. «Да еще хотелось бы читать его стихи, Анне Андреевне, «Аннушке», — как ее называл Сережа. «Страшно то, что о своем горе, о своих муках Хочется рассказать ему же. Иногда ловлю себя на далекой мысли, Что вот приду домой и напишу. Вот и о стихах. Хочется почитать их, Анне Андреевне. Но думаю, что читать Марину, Аннушке, Чуть-чуть не совсем удобно. Сережа всегда полушутяк говорил, Что Аннушке чуть обидно, Что он занимается О.Э. Николаем Степановичем, А не ею. И сразу мысль о том, Что надо же написать ему, Спросить, читать ли ей эти стихи. Вернулась Лина Самойловна в Ленинград Осенью 1944 года. Кто умер, кто жив, Кто остался на старом месте, А кого разбомбили. К счастью, вскоре она встретила Ахматову На концерте в филармонии. В антракте она к ней подошла И шепнула все цело. Об этом мне рассказала Анна Андреевна Весной 1946 года, Когда она после двухлетнего перерыва Вновь показалась в Москве. Но о сохранности архива Я уже знала из письма Лины Самойловны, Известившей меня сразу по приезде. Все в порядке. Я была подготовлена к этому. Перед своим арестом В августе 1943 года Рудаков получил официальный ответ От домоуправа на запрос О состоянии своей ленинградской комнаты. Он был судим за должностное преступление, Совершенное ради помощи другу И погиб в бою, Служа в штрафном батальоне. Сообщалось, что сестра Рудакова, Алла Борисовна, Перед тем, как ее вывезли из Ленинграда, Опечатала комнату И передала ключи в указываемое место. Вся мебель была сожжена или продана, Остались одни книги и рукописи. Было пока неясно, Сохранились ли среди них Автографы Гумилева и Мандельштама. Теперь Лина Самойловна Убедилась в их неприкосновенности. Но Рудаков уже не мог ликовать По этому поводу. Итак, в 1944 году Анна Андреевна Ахматова И Лина Самойловна Финкельштейн Встретились в филармонии. Видались ли они еще? Безусловно. На это указывает автограф, Вернее, авторский список Ахматовой Стихотворение Памяти друга, Подаренный Анной Андреевной Лине С собственноручно Вписанным посвящением С.Б.Р., То есть С.Б.РУДАКОВУ. Дата 8 ноября 1945 года. Стихотворение Напечатано Без посвящения В первом-втором Номерах Журнала Ленинград За 1946 год. Как они договорились Об архиве Гумилева, В точности Мне неизвестно. Знаю только, Что с обоюдного согласия Он остался У вдовы Рудакова. За все время Сталинского правления Эти годы Были самой высокой Вершиной признания Ахматовой. Ее наперебой Печатали Ленинградские Да и московские Журналы. Уже Брошюровалась В типографии Новая книга Ее стихов. Анна Андреевна Была выбрана В члены правления Ленинградского отделения Союза писателей, Появлялась На официальных торжествах И на заседаниях Секции поэзии, А дома, Где она жила Свернувшимся С фронта После лагеря Сыном, Не было отбоя От новых знакомых. В такой обстановке Элина Самойловна Конфузилась И не рвалась К Ахматовой. 2 марта 1946 года Она мне пишет «Мне ваше присутствие Необходимо. У АА Не была. После доклада Сразу же пойду». Она готовилась К выступлению В институте По своей специальности. 26 мая 1946 года У Аннушки не была. Аннушкой мы часто Называли Ахматову В письмах Во избежание Любопытства цензуры. А не в подражании Домашнему языку Сергея Борисовича. 19 июля 1946 года Спасибо вам за сведения Об Анне Андреевне. Стихи те Я слышала В ее чтении по радио. На днях К ней пойду. Но не прошло и месяца, Как грянуло Постановление о журналах Звезда и Ленинград. Положение Ахматовой Круто изменилось. Дом, в котором Она жила на Фонтанке, Отошел в послевоенные годы Введение Арктического института. Это дало возможность Органам Использовать проходное При входе на территорию Бывшего Шереметьевского дворца Для надзора За посетителями Ахматовой. От каждого Приходящего Требовали паспорт. Не знаю, Навещала ли Лина Самойловна Анну Андреевну В это напряженное Первое время Со своей стороны Думаю, что это было бы Нецелесообразно. Но спустя год 2 августа 1947 года Она мне написала Аннушку не видела, Но думаю, что В ближайшее время Решусь повидать ее. Лишь в конце 1947 года Я смогла вырваться В Ленинград. Настолько я была Скована собственной Неустроенностью И лишениями. Я впервые Увидела тогда Анну Андреевну В ее гордом Положении Опальной. До тех пор Я только Пересылала Ей с кем-нибудь Письма Или поклоны. Остановилась я У Лины Самойловны. В свободное время Мы многое Часто говорили О Сергее Борисовиче И о рукописях, Которые, казалось, Хранились ею Как святыня. Письма Гумилева Кахматовой И другие Его автографы Она мне не показывала. Да я и не считала Себя вправе заглядывать В них. Но автографы Мандельштама Мы рассматривали Я держала их В руках, Разбирала. Впрочем, Лина Самойловна Показывала мне Не все. Ссылаясь на то, Что чемодан С рукописями Стоит под маминой Кроватью, Ей не хочется При ней его открывать. Она жаловывает, Что мать И чужой человек Не понимает Ее верности Памяти Сережи, Просит распродать Его библиотеку И архив. Естественно, Мать втайне Желала, Чтобы Линочка Вторично вышла замуж, Но та повторяла Лучше Сережи На земле Никого не будет. Когда Через год Я снова приехала В Ленинград, Я застала их В крайне стесненном Положении. Психотехнику, Предмет, По которому Лина специализировалась И собиралась Защищать диссертацию, Отменили вовсе. Ей пришлось Уйти из Научно-исследовательского Института И поступить На маленький оклад В районную библиотеку, Где она работала С двенадцати До двадцати Ежедневно Мать ее Получала Мизерную пенсию За покойного мужа Киевского врача Зато отношения Между ними Стали мягче Теперь они Жались друг другу Не надо забывать, Что речь идет О 1946-1949 годах Служащих Шатким мостиком Между бедствиями Военного времени И новой волной Повторных арестов Ссылок Расправ Свернувшимися Из плена А также Безработицей Для евреев На наших Маленьких Судьбах Они отразились Как Неуклонное Скольжение В яму Поэтому я Испытала Смутное Даже Неосознанное Чувство удивления Когда Лина Мне сказала Что в каком-то Ателье Продается Случайно В рассрочку Каракулевая Шуба И она Ее покупает Запомнились Еще два Эпизода Существенные Для нашей Темы В первое Мое свидание С Анной Андреевной После постановления То есть В мой приезд 1947 года Я встречалась С ней только На улице Или в гостях У ее знакомых На фонтанку Она никого Не могла позвать Потому что У Ани Каминской Восьмилетней Дочери Пуниной Была Скарлатина И в квартире Был карантин По этому Случаю Как сказала Мне Анна Андреевна Лева Даже Выехал Оттуда На время Ибо Он Ходил В институт Где еще Числился В аспирантуре Большей частью Он провожал Мать К месту Встречи Со мной Однажды Когда я Взращалась Домой То есть К Лине Самойловне А Анна Андреевна Меня провожала Лева Шел с нами Но приближаясь к колокольной улице Где жила Лина Он круто повернул назад И сказал Прощаясь Не пойду я дальше Пусть не видит Что я знаю этот адрес Подразумевая естественно Место хранения рукописей Николая Степановича Гумилева Не исключено Впрочем Что это явилось Только предлогом Может быть он просто Куда-нибудь торопился Но ведь дело не в этом А дело в нашей Общей уверенности Что Драгоценные бумаги Находятся у Лины Самойловны В незыблемой Сохранности Дома я рассказала Ей Об этом эпизоде Через год Осенью 1948 года Когда положение Всех нас Еще ухудшилось В частности Леву уже отчислили Из аспирантуры Лина Как уже говорилось Служила в районной библиотеке Я тщетно старалась Устроиться В Пушкинском доме А сама Ахматова Проживала последние деньги Она получила В 1946 году Гонорар За невышедший Сборник Ее стихотворений Я опять остановилась В Ленинграде У Лины Самойловны Прощальный вечер Я провела на фонтанке У Анны Андреевны И Левы Провожая меня на вокзал Он зашел со мной За чемоданом На колокольную Мы немного посидели там Лина Самойловна Улучила минутку И настороженно И подозрительно Спросила меня Почему же он пришел сюда Ведь он не хотел Демонстрировать Наше знакомство Тогда я подумала Что она боится Левы Как ленинградка Она должна была знать Еще лучше меня Что атмосфера Вокруг него сгущается Но теперь я предполагаю Что она уже продавала Рукописи Гумилева Не отсюда ли новая шуба И ей померещилось Что Лева уже знает об этом До 1955 года Я в Ленинград Больше не ездила Но Лина Самойловна Проводила обычно Свой отпуск В Подмосковье Останавливаясь в Москве Встретившись со мной По-видимому Это было весной 1949 года Она оглушила меня Неожиданным известием Оказывается Произошла досадная ошибка Архива Гумилева У нее нет И не было Недоразумение Она объяснила так Сундук с рукописями Стоял в коридоре Общей квартиры А она не знала Что там бумаги И соседские ребятишки Вероятно Истребили рукописи Гумилева На хлопушке А она Приехав из эвакуации Не разобралась В сохранившемся Сережином Архиве И приняла за Гумилевский Совсем другой конверт Лина просила меня Сообщить об этом Анне Андреевне Это была Тяжелая миссия Но по моим отношениям С Линой Самойловной Я не могла Не отказаться От этого поручения Не усомниться В правдивости Ее фантастического Открытия И я передала Этот вздор Анне Андреевне Теперь-то я имею Неопровержимые доказательства Лживости Тогдашнего заявления Лины Самойловны Но я получил их Только в 1973 году А в 40-х и 50-х Все было иначе Анна Андреевна Приняла мое сообщение С большим недоверием Она не могла Удержаться от подозрения Что Лина Самойловна Торгует письмами И рукописями Гумилева Поймите Это золото Вразумляла она меня Она часто поминала Леву в этой связи То опасалась Как бы он не узнал О пропаже И не надел глупостей В его положении Все было рискованно То наоборот Говаривала мечтательно И угрожающе Я нашлю на нее Леву Он с ней поговорит По-своему Или еще Рещи На своем домашнем Арго Он сделает из нее Свиное отбивное Я защищала Лину Расписывала Как она Вероятно Не имела сил Прикоснуться К заветным бумагам Погибшего Сергея Повторяла ее глупости Ей легко было ошибиться Очевидно Она приняла За письма Гумилева К вам какой-нибудь Другой пакет Пристально взглянув На меня Анна Андреевна Сказала Тихо и грозно Она не могла Ошибиться Там были папки Переходя почти на крик ПАПКИ И уже захлебываясь От гнева Бессвязно Зоя На санках Везла Выяснить Какую свою Зою Имела в виду Анна Андреевна Не удалось В одной из последующих Редких Моих свиданий С Линой Самойловной Она осторожно Меня спросила А что Анна Андреевна Не поверила мне И я как могла Мягко Объясняла ей Что ситуация Действительно Получилась Очень странная Как могло Случиться Что в течение Трех лет Она уверяла Будь то Архив Гумилева В полной сохранности Лежит у нее А на четвертый год Обнаруживается Что Это была ошибка Лина только Пожимала плечами Внешне Мои отношения С ней не нарушились Я не могла Поверить Что она меня Обманывала Не могла себе Представить Что она могла Так грубо Очернить Память Сережи Изредка Мы еще Обменивались Письмами Так 17 ноября 1951 года Она мне писала Во время болезни Перечитывала Сережины письма И воронежские И военные До чего Нужно было бы С вами вместе Почитать их Особенно воронежские Сколько там Просто Объективно Интересного И важного И 13 августа 1952 года Как Аннушка Но потом Переписка Совсем заглохла Тем более Что до Анны Андреевны Стали доходить Глухие сведения Автографы Гумилева Из числа Данных Ею Рудакову Изредка Появляются В частных руках И будто бы Даже в Пушкинском доме Это несколько Успокоило ее Она считала Она считала Что тот Кто заплатил За них Большие деньги Не выпустит Их из рук И чего Она больше всего Боялась Автографы Эти не уплывут За границу Лева Лева был уже С ноября 1949 года Арестован И это Вытеснило У Анны Андреевны Все другие Интересы Новое Происшествие Нарушило Ход моих Мыслей В конце Сентября 1954 Года Я получила Открытку Из Ленинграда От Лины Самойловны Она Извещала Меня Чего уже Давно не делала Что на днях Будет проездом В Москве И просит Меня быть В этот день Дома В назначенное Время Она явилась И после первых Приветствий Между нами Произошел Следующий Диалог Вы даже Не знаете Что со мной Было за это Время Откуда я Могла знать Я была Арестована Когда В марте 1953 Года После Смерти Сталина Да Через Два Дня Она Она Рассказала Что ее Взяли По еврейскому Делу И продержали До реабилитации Врачей Описывала Ряд деталей Своего сидения Не вызывавших У меня Сомнений В их достоверности Говорила О следствии До пыток Еще не дошло И как она Была поражена Когда ее Вызвали На допрос А объявили Об освобождении Меня Удивило Что ее Московская Приятница А.Д.А. Не известила Меня об этом Своевременно Но далее Последовало Сообщение Которое Заставило Умолкнуть Все чувства Из-за него Талина Самойловна И приехала Ко мне В МГБ У нее Забрали Все Рукописи Мандельштама Объявила Она Она Стала Красочно Эмоционально И детально Изображать Как Во время Обыска Ничего Ничего Не взяли Только Рукописи Мандельштама Я была Так убита Что Она Меня Попрекнула Мой арест На вас Не произвел Никакого Впечатления Вас волнует Только пропажа Рукописей Но Лина Ведь это Было Полтора Года Тому Назад И вот Вы здесь Живая Невредимая А Рукописи Мандельштама Нет Придя в себе Я сказала В раздумье Вы знаете Вы можете Еще Теперь Пойти В МГБ И запросить Этот материал Они Иногда Возвращают Не надо Забывать Что разговор Наш Происходил Уже В сентябре 1954 Года Тут Последовал Взрыв Которому Я не могла Противостоять Я Туда Ни за Что Не пойду Попробовали Вы Я Не хочу Напоминать Себе С нашими Ужасными Соседями С моим Положением На службе Не говорите Мне об этом Я Обхожу Этот дом За Три версты Вспомнить Не могу И так далее И тому Подобное Я Осведомилась Как отнеслась К пропаже Надя Новый сюрприз Оказалось Что Лина Самойловна До сих пор Ее не известила Опять Спряталась За мою Спину Хочешь Чтоб Я взяла На себя И эту Миссию Ничуть Не бывало Когда Мы легли Спать Она На раскладушке Рядом С моей Кроватью Голова К голове Я убежденно Сказала В темноту Надо Немедленно Сказать Наде И услышала Нечто Несообразное Но Забыла Дословно Ее Фразу Мне Напомнила Ее слова Анна Андреевна По прошествии Почти пяти лет А вы Помните Как она Вам Сказала Не Суйте Свой Нос Не В свое Дело Да Я Вспомнила Это Была Ее Последняя Реплика Я Осталась Тогда В полном Недоумении Зачем Же Она Приезжала Ко Мне Видимо Она Не Ожидала Что Я Отвечу На Ее Признание Трезвым Предложением Запросить МГБ Этот Разговор С Анной Андреевной Происходил Уже В 1959 Году Когда Вот Уже Больше Двух Лет Прошло Со Дня Реабилитации Осипа Эмильевича Мандельштама В связи С предстоящим Изданием Его Стихов Надежда Яковлевна Решила Сделать Последнюю Попытку Узнать У вдовы Рудакова Какова Судьба Автографов Мандельштама До Тех Пор Она Очевидно Не Предпринимала Ничего Чтобы Снестись С Линой Самойловной Во всяком Суча Когда В пятидесятых Годах Я посоветовала Ей самой Обратиться В МГБ С просьбой О выдаче Ей конфискованных У Финкельштейн Рукописи Мандельштама Надежда Яковлевна Ответила Мне Непередаваемо Ядовитым Голосом Неужели Вы думаете Что я Дала Рудакову Что-нибудь Ценное Одни Копии У меня Все это Есть Может быть Несколько Черновиков Я уже Ничего Не говорила Если Дело Доходит До Явной Лжи Объясняться С вдовой Мандельштама Так же Бесполезно Как С вдовой Рудакова Лживость Последняя Окончательно Обнаружилась Именно Тогда Когда Анна Андреевна Пригласила Ее К себе И В присутствии Надежды Яковлевны Очень Вежливо Начала С ней Разговор И Даже Подарила Ей Свою Книгу Издание 1958 Года Стихотворения Благодаря Дарственной Надписи Мы можем Точно Установить Когда Состоялась Эта Беседа Лине Самойловне Рудаковой С приветом От Ахматовой 2 Января 1959 Ленинград Насколько Мне Помнится У Анны Андреевны Было Желание Просто Узнать У Лины Самойловны Кому Она Продала Письма И Рукописи Гумилева И Может быть Выкупить Их А О рукописях Мандельштама Получить Более Подробные Сведения Но Лина Самойловна Вероятно Забыла Что Она Говорила Мне В 1954 Году И Объявила Что Автографы Мандельштама Ее Мать В панике Бросила В печь Как Только Лину Увели Это Меня Окончательно Подкосило Я Должна Была Согласиться С Анной Андреевной И Надеждой Яковлевной Что При таких Разноречиях Уже Ничему Верить Нельзя Не Могла Я Только Разделять Их Сомнений В самом Факте Ареста Лины Самойловны Забегая Вперед Скажу Здесь Что Впоследствии Видела В ее Архиве Справку Ленинградского Областного Управления МГБ О том Что С 10 Марта 1953 Года Она Содержалась Во Внутренней Тюрьме И Была Освобождена 15 Апреля Того же Года Итак Подведем Итог Этой Первой Части Длинной Истории О Рукописях Гумилева И Мандельштама Бывших В Распоряжении Рудакова Прежде Всего Сравним Как Она Изображена Надежда Яковлевна И Мандельштам В ее Книге Воспоминания Рукописи Остались У вдовы И Она Их Не Вернула В 1953 Году Встретив Анну Андреевну На концерте Она Сказала Что Все Цело А Через Полгода Объявила Эмми Герштейн Что Ее Под Занавес Арестовали И Все Забрали Потом Версия Изменилась Ее Забрали А Мама Все Сожгла Что Было На самом деле Установить Нельзя Мы Знаем Только Что Кое-какие Рукописи Гумилева Она Продавала Но не Сама А Через Подставных Лиц Анна Андреевна Рвет И мечет Но Ничего Поделать Нельзя Однажды Мы Зазвали Вдовушку Рудакову Финкельштейн Кахматовой Под предлогом Статьи Рудакова Нельзя Ли Ее Мол Напечатать Но Добиться Толку От нее Было Невозможно Как видим Здесь Сближены Два Разных События Объединены Неопределенным Словом Все Гумилевские Рукописи И Автографы Мандельштама Между тем Как было Показано Мною Выше Об Отсутствии Рукописи Гумилева Финкельштейн Сообщила Через меня Ахматовой В 1949 Году А об Изъятии Рукописи Мандельштама В 1954 Остается Непонятным Почему Надежда Яковлевна Узнав О такой Серьезной Пропаже Не отобрала У Лины Сямойловны Автографы Мандельштама Скажу Она Жила И работала На периферии Ей Трудно Было Связаться С Финкельштейн Верно Но Начиная С 1946 Года Она Каждое Лето Надолго Приезжала В Москву Ездила И в Ленинград К Анне Андреевне По ряду обстоятельств Я увидела с ней В Москве Только в 1951 году Она Расспрашивала меня О подробностях Этой истории А я Изложила ей Все так Как описано Мною Здесь Вплоть до Вырвавшегося У Анны Андреевны Восклицание О Зое И Санках Эта деталь Использована Надеждой Модельштам По-своему Она Неоднократно На все лады Повторяет В обеих Своих Книгах Что Ахматова Свезла Рудакову На Санках Гумилевский Архив Представить Себе Анну Андреевну Которая Боялась Переходить Через улицу И всегда Привлекала К себе Внимание Прохожих Вообразить Ахматову Во второй Половине Тридцатых Годов То есть В эпоху Реквиема И из шести Книг Волокущей Через Невский И Владимирский Проспекты Санки С письмами И рукописями Гумилева Это так же Трудно Как увидеть Развесистую Клюку Но чего Не случается С мемуаристами Когда они Пишут свои Воспоминания Из чужих Слов Зато Своя Ничем Неоправданная Оплошность Утаена В повествовании Надежды Мандельштам Оставить На неопределенное Время Рукописи Мандельштама У женщины С уже Подмоченной Репутацией Непростительная Небрежность Вместо Рассказа Об этом Надежда Мандельштам Искусственно Переносит Дату Встречи Ахматовой С Рудаковой В филармонии На восемь лет Позже Выходит Что в течение Такого Длительного Срока Анна Андреевна Не интересовалась Письмами И рукописями Гумилева Не только Случайная Встреча На концерте Заставила ее Вспомнить Об этих Реликвиях Надеюсь Что приведенные Мною данные Достаточно Убедительно Опровергают Эту версию А что Означает Фраза Рукописи Остались У вдовы И она Их Не вернула Кому она Должна была Их возвращать Ведь у нее Никто их Не требовал Нельзя Нельзя Всерьез Относиться К беседе Происходившей Через 15 лет После гибели Рудакова Эта дата 2 января 1959 года Стыдливо Спрятана В воспоминаниях Надежды Мандельштам Под небрежным Словом Потом Потом Версия Изменилась Это потом Настало Уже после Реабилитации Мандельштама И заключения Договора С библиотекой Поэта На издании Его стихотворений Продолжение Этой Далеко еще Не оконченной Эпопеи Описано В воспоминаниях Надежды Мандельштам С неожиданной Завлекательностью И неуместной Игривостью Больше всего Повезло Харджиеву Он Проник К ней Она Дала ему Письма Рудакова И разрешила Переписывать Все Что ему Нужно Харджиев Ведь Великий Обольститель Церцея Красивый И очаровательный Когда изволит Человек Надо заметить Что к Лине Самойловне Совсем Нетрудно Было Проникнуть Как она Жила Перед войной Сергеем Борисовичем На колокольной Улице Дом 11 В коммунальной Квартире Номер 6 Так И прожила Там После Войны До Самого Дня Своей Смерти 19 Декабря 1977 Года Разумеется Всех Писем Рудакова Вдова Его Не могла Дать Постороннему Человеку Интимное Личное И бытовое В них Перемешано С описанием Ежедневных Встреч С Мандельштамом Отобрать Эти упоминания Могла Только Она Сама И Сделала Она Это Выборочно Предоставив Харджиеву Далеко Не все Письма Выбор Ее Был Неудачным Она Выделила Именно Те В которых Выражались Довольно Странные Претензии Рудакова К Мандельштам Но Зато Не заметила Авторизованной Копии Совсем Неизвестного Стихотворения Мандельштама И другого С Неизвестными Вариантами Харджиева Номер 176 И 186 В издании Библиотеки Поэта Впоследствии Когда После Смерти Финкельштейн Я Познакомилась С этими Письмами Я Убедилась Что Она Уже Плохо Помнила Состав Своего Архива В частности Она Забыла Про Письма Мандельштама Крудакову А они Как мы Увидим Позже Проливают Свет На Характер Отношение Поэта К своему Младшему Другу Резко Отличающийся От Изображенного Надеждой Мандельштам Проник же Харджиев Клине Самойловне Очень Просто Помня Что Воронежских Письмах Заключено Много Существенного Мандельштам Библиотека Но о поведении Сергея Борисовича ничего конкретного из его писем почерпнуть нельзя. Намек Ахматовой раскрывается в черновом наброске отдельной заметки Рудаков. «Анаде делила всю еду на три равные части», гневно заключает Анна Андреевна свою страстную отповедь Рудакову. Версия об иждивенчестве Рудакова цветет пышным цветом на страницах воспоминаний Надежды Мандельштам. При этом она неминуемо приходит к неправдоподобному освещению быта и характера Осипа Мандельштама. «Я видела, что он часто мешает Осипу Мандельштаму», — пишет мемуаристка о Рудакове. «И мне часто хотелось выставить его. О.М. не позволял». «А что он будет есть?» — спрашивал он. И все продолжалось дальше. «Странно читать о ссыльном Мандельштаме как о зажиточном филантропе, не правда ли?» «Может быть, Осип Эмильевич делился с Сергеем Борисовичем последним куском черствого хлеба?» «Нет». Утверждая, что Рудаков ел и пил у них, Надежда Мандельштам объявляет, «Для нас это был сравнительно благополучный период с переводом, театром и радио, и нам ничего не стоило прокормить бедного мальчишку». Прокормить 26-летнего мужчину трудно любой советской семье, а тем более ссыльному поэту, живущему с неработавшей женой в чужом городе, на частной квартире, то есть платя за комнату втридорого. Уже это одно заставляет усомниться в правдивости рассказа мемуаристки. Но мы располагаем и более конкретными данными. Подробности житейских взаимоотношений Рудакова с Мандельштамом, так же, как и материальное положение всех троих, не обойдены вниманием в его письмах. Описание каждого прожитого дня Лина Самойловна, конечно, не показывала Николаю Ивановичу, а, следовательно, с ними не были знакомы ни Анна Андреевна, ни Надежда Яковлевна, ни я. Но, как уже говорилось, я полностью прочла впоследствии эти письма. Представлять здесь полный отчет о бюджете Рудакова или Мандельштамов я не буду, хотя такую сводку можно было бы сделать. Но могу засвидетельствовать, что не было никаких оснований называть Рудакова нахлебником Мандельштамов. Он вносил деньги в общее хозяйство и нес ряд обязанностей по закупке провизии и устройству быта. Будущий биограф Осипа Мандельштама сможет проверить справедливость моего вывода, обратившись к злополучным письмам. Теперь они хранятся в рукописном отделе Пушкинского дома. Во вставном очерке Надежды Мандельштам о Рудакове содержится еще много несуразностей и прямых ошибок. Причем говорить об общей неверной окраске облика ближайшего собеседника Мандельштама, необходимо исправить эти фактические ошибки. Истина, по моему мнению, нужна везде, и в мелочах, и в крупном. Она нужна и тогда, когда речь идет об исторических личностях, и когда внимание задерживается на спутниках их жизни. Итак, Надежда Мандельштам пишет. Сергей Борисович Рудаков, генеральский сын, был выстан из Ленинграда с дворянами. В начале революции у него расстреляли отца и старших братьев. Вырастили его сестры, и он провел обычное советско-пионерское детство, был передовиком школы, кончил даже вуз и готовился к вполне пристойной деятельности, когда на него свалилась высылка. Подобно многим детям, оставшимся без родителей, он очень хотел ужиться со временем, и у него даже была своеобразная литературная теория, надо писать только то, что печатают. Сам он писал модные, по тому времени, изысканные стихи, не без влияния Марины, и выбрал Воронеж, чтобы быть поближе к Осипу Мандельштам. Кроме первой фразы, все приведенное здесь пестрит ошибками и неточностями. Отца и старшего брата, четвертого сына Рудаковых, расстреляли не в начале революции, а в начале 20-х годов, то есть первые годы НЭПа. Генерал Рудаков служил во время Первой мировой войны под началом Брусилова. Во время Гражданской войны он, по-видимому, был в Белой армии у Колчака, но в 1920-м перешел, как и Брусилов, на службу в Красную армию. По словам людей, близко знавших Рудаковых, отец и сын были расстреляны случайно. Это было то ли в 1921-м, то ли в 1922-м году, в Новониколаевске. Приехала какая-то комиссия и потребовала от генерала Рудакова выступления с признанием своего ошибочного прошлого. Он отказался, ссылаясь на то, что всю свою жизнь честно служил России. Тогда расстрел, сказали ему члены комиссии. Обратились к сыну Рудакова, Игорю, который в начале Первой мировой войны учился еще в кадетском корпусе, а окончил войну георгиевским кавалером. Игорь ответил, я как папа. Оба были расстреляны. Уточнить этот трагический эпизод – дело военных историков. Я в этих вопросах некомпетентна. Что касается трех самых старших братьев, то первый из них – самоубился в 1913 году из-за невозможности жениться на любимой женщине. Она была еврейкой, а двое других пали на фронтах Первой мировой войны. Надежда Мандельштам почему-то называет этих молодых офицеров тоже генералами. Знаю только, что отправляя на фронт Сергея Борисовича в начале Великой Отечественной войны, начальство пожелало ему дослужиться до воинского звания его отца. Мать Рудакова, Любовь Сергеевна, урожденная Максимова, умерла в 1932 году, когда Сергею Борисовичу было 23 года. Он всегда жил при ней вместе с тремя сестрами. Старшие три сестры были уже замужем, имели свои семьи, а младшие действительно вместе с матерью окружали любовью и восхищением Сережу, самого младшего в семье и единственного уцелевшего из пяти братьев. Не знаю, чем подкрепляется странное наблюдение Надежды Мандельштам о типичных политических настроениях круглых сирот с детства, но, каким бы оно ни было спорным, к Сергею Борисовичу оно вообще не может относиться, так как, повторяю, мать он потерял, будучи уже взрослым, и, добавлю, женатым человеком, и даже отцом маленькой дочери. Да и отец его погиб, когда Сережа был не моложе 12 лет. Не знаю, как он учился в школе, но уверена, что детство его не было обычным советско-пионерским. Вспомним, что пионерская организация была создана лишь в 1922 году. Сереже было тогда 13 лет. Детство кончалось. Позади было нечто гнетущее, что он обозначал в воронежских письмах к жене одним только словом – Уфа. Мать с детьми вскоре переехала в Петроград. Тогда это было возможно, несмотря на расстрел мужа. Поселилась она вначале у своей родной сестры и лишь позднее устроилась отдельно. По рассказам тогдашних знакомых Сергея Рудакова, они жили в мрачнейшей квартире, увешанной портретами офицеров царской армии. Это были лица отца и четырех старших братьев. До среди родни Рудаковых были еще офицеры морские. В такой дом нельзя было даже позвать школьных товарищей. Какое уж тут обычное советско-пионерское детство. Вопреки утверждению Надежды Мандельштам, Сергей Рудаков вуза не кончил. В 1928 году он поступил на высшие государственные курсы при Институте истории искусств, на литературное отделение, но не закончил их, так как и курсы, и институт были в 1930 году закрыты. Это было большим ударом по культуре страны. В этом институте вели занятия и читали лекции самые выдающиеся представители современного литературоведения «Тынянов», «Шкловский», «Эйхенбаум», «Томашевский», «Энгельгард». Большинство студентов было распределено по другим высшим учебным заведениям, но Рудаков из-за своего социального происхождения остался за бортом. Правда, Тынянов отметил слушателя своего семинара и пригласил его участвовать в подготовке собрания сочинений Кюхельбекера, но для заработка Рудакову пришлось довольствоваться побочной профессией чертежника. Вскоре он был вынужден уехать вместе с женой и ребенком в Керчь, к тещи. В семье Рудаковых его жена, тоже бывшая студентка Института истории искусств, дочь еврейского врача, оказалась чужой и не находила помощи для ухода за ребенком у ревнующих свекрови и заловок. В Керчи Сергей зарабатывал архитектурными чертежами, томился и ездил в Ленинград. Повидаться с сестрами, позаниматься в публичной библиотеке, пройтись по всем букнистическим лавкам, поговорить с друзьями о литературе и, главное, встретиться с Тыняновым. Он навестил также подругу своей жены, Лину Самойловну, сблизился с ней и вскоре женился, оставив первую семью. Поселились они отдельно от Рудаковых. К обожающим Сергея сестрам прибавилась теперь еще одна внимательная слушательница его литературных концепций, восторженно откликающаяся на его громогласное чтение любимых поэтов, почитательница его собственных стихов. Лина Самойловна училась игре на фортепьяно у знаменитой Юдиной и преподавала сама музыку дочерям Тынянова, Казанского и других ученых. Впрочем, профессиональной музыкантшей она не стала, а поступила в университет, успев его, кажется, к тому времени уже закончить. А у Сергея никакого выхода в литературу не было. Единственной надеждой оставался Тынянов, хотя Рудаков был знаком и с другими передовыми литературоведами. Гуковским, вдохновенно открывавшим тогда заново русский литературный XVIII век, Степановым, секретарем Тынянова, вообще с представителями ленинградской школы, как их называли враждующие с ними московские литературоведы. Пределом мечтаний Рудакова было участие в изданиях библиотеки поэта, где можно было заниматься и текстологической подготовкой, и анализом стихов, не боясь получить кличку формалиста. Вторым его недостижимым идеалом был Пушкинский дом. Но никто не мог предложить Рудакову место научного сотрудника при отсутствии у него диплома или заключить договор в библиотеке поэта при его нереализованных способностях и очевидных задатках конкурента. Что касается Кюхельбекера и сотрудничества с Тыняновым, то даже если отвлечься от социального неблагополучного положения Рудакова, жизнь показала, во что вылилась эта работа. В сборник стихотворений Кюхельбекера, вышедший в малой серии библиотеки поэта только в 1937 году. Вернувшийся из Воронежа Рудаков мог увидеть там на странице 284 указание Тынянова на помощь, оказанную ему в этой работе С. Б. Рудаковым. Год был тот самый, исторический. 1937-й. Рудаков хоть и вернулся, но все же был дворянином, и больше ничего для него Тынянов сделать не мог, то есть не мог помочь ему продвинуться в желаемом направлении. В рукописной характеристике, которую он написал для подкрепления хлопот о возвращении Рудакова в Ленинград, Тынянов отозвался о его работе пространнее. Сергей Борисович Рудаков является талантливым литературоведом-текстологом. Работая под моим руководством по подготовке к печати собрания сочинений Кюхельбекера для библиотеки поэта, он проявил в сборе печатных текстов и в слечении их с рукописями не только исключительную тщательность, умелость и текстологическую подготовку, но и подлинное научное чутье материала. Эти качества заставляют предполагать, что если Рудаков будет продолжать свои работы по изданию русских классиков, он, несомненно, будет одним из ценных работников по истории русской литературы. Эта рекомендация датирована 5 декабря 1935 года. Копию ее Лина Самойловна прислала в Воронеж, и уж, конечно, Сергей Борисович не применил показать ее Мандельштамом. Но какое дело Надежды Яклине до мнения Тынянова? Ведь она и его включила в ряд людей, которые не хотели думать. Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, цвет литературоведения 20-х годов. О чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в книгах, и на живую речь не реагировали. Из книги мы узнаем, что имена этих ученых все же импонировали ей. Правда, отзыв Тынянова о Рудакове она переносит на другое лицо. Оказывается, не Рудаков был учеником Тынянова, а Колецкий. И это-то и способствовало возникновению симпатии к нему Мандельштамов. Смещение обнаруживается при перечислении мемуаристкой пороков Рудакова. Уж слишком, например, он был высокомерен. И вечно хамил со вторым нашим посетителем, Колецким, тоже ленинградцем и учеником наших знакомых, Эйхенбаума, Тынянова и других. В действительности Колецкий был москвичом. Закончил московский ГИТИС, где ленинградцы Эйхенбаум и Тынянов никогда не преподавали. В Ленинград Колецкий переселился уже после Воронежа. Но факты не интересуют Надежду Яковлевну. Читаем еще о Колецком. Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его стороне, а Рудаков, издеваясь, называл его Квантом. И пояснял, это самая маленькая сила, способная выполнять работу. Внутреннюю силу Колецкого предназначена демонстрировать сцена, наглядно показывающая только неумение автора передавать живой человеческий диалог и язык среды и эпохи. Цитирую. Скромный, застенчивый юнец. Колецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произносить. Однажды он с ужасом сказал Осипу Мандельштаму, «Все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся. Они не способны выдержать ни малейшего испытания, мертвый, разлагающийся советский бюрократизм». А что, если армия тоже такая, как и все остальное? И вдруг война? Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил, «Я верю в партию». Колецкий смутился и покраснел. «Я верю в народ», — тихо сказал он. Эта сцена пронизана фальшью. В интеллигентном кругу, в домашней обстановке, никто никогда так не разговаривал. Вместо этого детского лепета, во всяком случае, трое из присутствующих. О Колецком я говорить не могу, я его не знал. Тотчас вступили бы в спор, соревнуясь в красноречии и эрудиции, которыми они так любили пощеголять. И в чем заключалось гражданское мужество Колецкого? В том, что он решился произнести несколько слов в осуждение бюрократизма в доме поэта, репрессированного за острые политические стихи? Кстати говоря, бюрократизм вовсе не загнивал в ту пору, а наоборот набирал и набирал силу. И почему Колецкий беспокоился о состоянии Красной Армии, если в ее рядах тогда служили такие блестящие военачальники, как Блюхер, Тухачевский, Якир, Примаков? В то время боеспособность строго дисциплинированной Красной Армии ни у кого не вызывала сомнений. И хотелось бы эту безумную гладь в долгополой шинели беречь, охранять, писал Модельштам в мае 1935 года. Совершенным анахронизмом звучит противопоставление партии и народа. Слово «народ» было тогда только-только реабилитировано после 15-летней замены его понятием «классы» или в рифму «массы». В обиход разговорной речи слово «народ» еще не успело проникнуть. Введено оно было сверху, причем в официальной пропаганде усиленно подчеркивалось единство партии народа. Таким образом, оба оппонента в изображаемом споре, употребляя казенный язык, в сущности говорили об одном и том же. Неужели импульсивный и чуткий, ко всякой фальше Модельштам, его резкая, нетерпеливая жена молча выслушивали весь этот пошлый вздор, который якобы несли перед ними два плакатных дурака. Еще курьезнее, что Колецкий назван мемуаристкой-юнцом. В ту пору ему было 29 лет. Доцент воронежского педвуза и учитель девятилетки. Он активно сотрудничал в местном журнале «Подъем». Там было напечатано за эти годы немало его рецензий и статей. По специальности он был литературоведом-фольклористом, но от этого далеко до почвенничества или народничества, на которое в такой наивной форме намекает Надежда Модельштам. Не знаю, при каких обстоятельствах он был выслан в Воронеж. Пробыл он там около двух лет. Рудаков, сообщая своей жене 14 апреля о знакомстве с Колецким у Осипа Эмилевича, указал на его уже полуторагодовое пребывание здесь. Следовательно, приехавшие в Воронеж, очевидно, в конце июня 1934 года Модельштамы до приезда Рудакова общались с Колецким уже много месяцев. Он был женат. Но в апреле его жена лежала в больнице, а в июне 1935 года умерла. Осенью Колецкий уехал в Ленинград. Надежда Модельштам ошибочно утверждает, что и Рудаков, и Колецкий уехали одновременно в январе 1936 года. В действительности Рудаков уехал только в июле, то есть оставался после Колецкого еще месяцев восемь. Первый период своего пребывания в Воронеже Осип Эмилевич не писал стихов. К поэтической работе он вернулся в апреле 1935 года, то есть именно тогда, когда он провел один на один с Рудаковым почти весь этот месяц. А об этом общении, совпавшем или вызвавшем с возрождением Модельштама поэта, его вдова, пишет так. «Он, Рудаков, появился без меня, когда я торчала в Москве, добывая перевод, и около месяца пробыл без меня с О.М. Когда мы ехали с вокзала с О.М., он мне сказал, что появился новый приятель, не Борис Сергеевич, а Сергей Борисович, который собирается писать книгу о поэзии вообще славный мальчик». После болезни О.М., вероятно, не верил в свои силы и нуждался в дружественном слушателе, вновь появившейся стихов. Впрочем, он никогда не мог работать в полной пустоте, и я не думаю, что кто-нибудь способен на это. Но зачем же полная пустота? Ведь был Колецкий, филолог, дружественно расположенный, постоянный посетитель. Однако творческого толчка от встречи с ним, несмотря на всю его внутреннюю силу, не произошло, а Рудаков своими безумными речами, своей звонкой чушью и бьющим через край самомнением стимулировал поэта, и Осип Мандельштам вернулся к писанию стихов. Что касается до болезни, о которой говорит его вдова, то дошедшая до нас рецензия на дагестанскую антологию, написанная не позже января 1935 года, свидетельствует, что уже в ту, более раннюю пору, Мандельштам полностью владел своими силами, был творчески полноценен. Надежда Мандельштам вообще стремится умолить значение друзей в жизни ее мужа. Так упомянутый Осипом Эмилевичем Борис Сергеевич — это Кузин. Тот, к которому обращены два стиха, из посвященного ему стихотворения к немецкой речи. Вдова поэта жалуется, что пятилетний период стихового молчания, названный Мандельштамом сном, без облика и склада, не имел ничего общего с нормальным отдыхом, то есть тихим периодом накопления, созревания и роста. «Окончательным толчком к пробуждению послужила встреча с Кузиным», продолжает Надежда Яковлевна, но тут же пытается дезавуировать это заявление. «Я знаю, что и без встречи с Кузиным стихи бы вернулись, но это могло бы произойти более трудным путем». Освободила Мандельштама не только встреча, но и благородная изоляция в чужой стране. Она тоже была необходима для освобождения. Однако сам Осип Мандельштам думал иначе. В своем рассказе о Кузине он продлил срок благотворного влияния Кузина. Об этом он сообщил в письме, приведенном в комментарии Харджиева к стихотворению «К немецкой речи». Там читаем. 5 апреля 1933 года, посылая Шагинян рукопись путешествия в Армению, Мандельштам писал о Кузине. «Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу, период так называемого «зрелого Мандельштама». Но в дальнейших словах его вдовы несогласия с поэтом выражены еще решительнее. Кузин не знал, что делать со стихами. Он привык к книгам, где он им доверял, но со свеженьким никак не знал, как поступить. Он искренне огорчался, услыхав новые стихи. Одно Мандельштам в его честь даже уничтожил, но потом понял, что дело не в самих стихах, а в Кузине, и перестал реагировать на его слова. Когда же он перестал слушать Кузина? Утверждая, что Мандельштам начал избегать разговоров с Кузиным, Надежда Мандельштам сокращает срок действия этой дружбы, сводя его к нескольким месяцам. Тот, Кузин, исчерпывал свой золотой запас около года. Между тем, стихотворение к немецкой речи написано в 1932 году. В нем говорится о дружбе, возникшей в Ириване в 1930-м, а письмо к Мариэте Шагинян написано весной 1933 года, то есть перед самой поездкой Мандельштама в Крым. Иными словами, творчество Мандельштама полных четыре года, начиная со стихотворения «Куда как страшно нам с тобой» и кончая, может быть, даже ариостом, отмечено духовной связью с Кузиным, гостившим в 1933 году у Мандельштамов в Старом Крыму. «Кому же верить? Живому поэту или его вдове?» Предоставляю читателю самому найти ответ на этот вопрос. Но вернемся к Рудакову. Ко всем его грехам ему приписана вдобавок якобы изобретенная им своеобразная литературная теория, надо писать только то, что печатают. При всем желании, тут трудно найти своеобразие. Это самая расхожая заповедь житейской мудрости, характерная для всех приспособленцев, ремесленников, конъюнктурщиков, жены и детей-содержателей. Мне вспоминается по этому поводу рассказ Анны Андреевны об одном молодом еще на уже известном литературоведе, которого упрекнули в частном разговоре за статью с резкими и вульгарными отзывами об акмеистах. — Я профессионал и должен печататься, — уверенно возразил он. И действительно, этот литературовед печатался очень много, а вот Рудаков не увидел в печати ни одной своей строчки. Перед последним боем он передал через фронтового товарища завещание жене на случай своей гибели. Напечатать все, что он написал. Лина Самойловна не сумела напечатать ничего. Только в 1979 году мне удалось опубликовать в издании Пушкинского дома исследование Рудакова о строфике «Медного всадника», весьма высоко оцененное еще в 1941 году Томашевским. Странно звучит также заявление Надежды Мандельштам о модных по тому времени изысканных стихах, которые не без влияния Марины писал Рудаков. И изысканные стихи в 30-х годах считались убийственно-старомодными. Писали тогда Подмаяковского, поминали тайком Есенина, более рафинированные любители стихов чтили Камерного и Непонятного Пастернака. Комсомольцы увлекались Багрицким, Тихоновым, Осеевым, Сельвинским, Луговским. Другие писали на своих знаменах имена Безыменского, Светлого, Уткина. А Цветаеву никто не знал. Книги ее не продавались у бюкнистов и уж, конечно, не переиздавались. То, что печаталось Цветаевой в эмиграции, не доходило до советского читателя. В нашей периодике ее стихи не цитировались. Рудаков действительно любил Цветаеву, даже имел в список поэмы конца. Но в этом плыл против течения, принадлежа к образованному меньшинству и немногочисленному братству знатоков русской поэзии. Сам же он был последышем акмеистов. Выше всех ставил святой гений Гумилева. Гумилева благоговел перед Мандельштамом и только на третье место ставил Анну Ахматову. Нельзя пройти мимо еще одного выпада надежды Мандельштам, отмеченного решительным анахронизмом. Сочиняя новеллу о Рудакове, она заставляет его выражать свои мысли старыми, стертыми клише неудачников до революционных лет. Цитирую. Вторая тяжелая черта Рудакова — вечное нытье. В России, по его мнению, среда всегда заедала талантливых людей. И он, Рудаков, не выполнит своего назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза. О.М. таких разговоров не терпел. А почему вы сейчас не пишете? На этом всегда вспыхивали споры. Рудаков жаловался на условия. Комната, деньги, настроение. Сердился и уходил, хлопнув дверью. Через час-другой он все же являлся, как ни в чем не бывало. Перечисляя условия, мешавшие Рудакову заниматься любимым трудом, Надежда Яковлевна забыла назвать одно, главное. Высылка из родного города, разлука с обожаемой женой, обязательные визиты в НКВД, обмена трехмесячных паспортов, безуспешные поиски службы, малевание рыжего сапога для вывески сапожной мастерской и прочие заказы, которые с унижением и беготней он получал у другого ленинградца, устроившегося в артели. Впрочем, последней игнорировалась Надежда Яковлевна полностью. Она утверждала, что в Воронеже Сергей Борисович даже не пытался устраиваться. Он не терял надежды, что жена вытащит его через кого-то из крупных генералов, впоследствии в 37-м погибших. Про генералов не знаю. А про писателей знаю. Рудакова надеялись не столько на Тынянова, сколько на Бабеля. Он был дружен с родителями Лины Самойловны, и Рудаков по дороге в Воронеж виделся с ним в Москве. Очень интересно для биографии этого замечательного писателя с трагической судьбой, что в 1935 году он относился к массовым ленинградским высылкам как к временному явлению, и уверял Рудакова, что больше двух месяцев его пребывания в Воронеже не продлится. Может быть, он действительно рассчитывал на свое знакомство с кем-нибудь из высших военных командиров? Я об этом ничего не слышала. Несмотря на внушенные Бабелем надежды, Рудаков устроился на службу в проектную мастерскую. Произошло это не без помощи Осипа Эмильевича, знакомого с каким-то крупным воронежским архитектором. Но уже в июне Рудаков был уволен и должен был утешаться обещаниями той же мастерской предоставлять ему заказы на аккордную проектную работу. Пришлось жить на временные, случайные заработки и на денежные посылки жены. И то, и другое глубоко угнетало Рудакова. И еще одно исправление. Это относится уже к военному времени. Напомню о ташкентских письмах Надежды Яквина, приведенных выше. Из них видно, что сведения о Рудакове она получала только от меня. Но следуя своей привычке писать воспоминания из чужих слов, она описывает жизнь Рудакова в Москве, обстоятельства, повлекшие за собой вторичную отправку на фронт инвалида войны и его гибель. В этом небрежном рассказе, естественно, все факты искажены. Читаем. Рудаков после первого ранения стал в Москве воинским начальником. К нему явился какой-то из его родственников, сказал, что он по убеждению толстовец и не может воевать. Рудаков своей властью освободил его от повинности, был разоблачен и послан в штрафной батальон, где тут же погиб. Рудаков не был воинским начальником. Он был инструктором всего буча. Толстовец не был родственником Рудакова. Это был знакомый муж подруги Лины Самойловны по занятиям с Юдиной. Рудаков жил на казарменном положении в районном военкомате. Там он совершил должностное преступление ради этого толстовца, воспользовался бланком и печатью военкомата и дал своему другу отсрочку, а не полное освобождение. Дело в том, что тот ожидал полного оформления белого билета, но неожиданно получил призывную повестку. Признаю, что Рудаков пошел на такой рискованный шаг не из уважения к принципам своего приятеля, а по доброте сердца. Мне он сказал так. Н.Н. не мог воевать. Он сердешный боялся. Рудаков был арестован, три месяца сидел в бутырской тюрьме и по суду был приговорен к десяти годам лагеря. А толстовец, получивший, кажется, восемь лет лагеря, восстанавливал в Москве разбомбленные дома, работал на Волгодонском канале и по отбытии срока жил еще долго. Рудаков же сам попросил о замене ему лагеря фронтом, был, как и ожидал, назначен в штрафной батальон и действительно смыл своей кровью совершенное преступление. В первом же бою, 15 января 1944 года, он был убит. Какая трагическая семья. Все пять братьев погибли преждевременно от пули, а две сестры от голода в блокадном Ленинграде. Далее. Надежда Мандельштам повествует. Нередко мы предупреждали Рудакова, что ему может повредить знакомство с нами, но он отвечал таким набором благородных фраз, что мы только ахали. Неправдоподобно, чтобы Мандельштам и хоть кого-нибудь предостерегали от знакомства с ними. Все их поведение в Воронеже и в последний год после Воронежа противоречит этому. Рудакова в первый же день знакомства Осип Эмилевич ослепил фейерверком прожектерских предложений. Рудаков восторженно сообщает жене 2 апреля 1935 года. Они, он и она, которые сейчас в Москве, приглашают нас и Анну Андреевну на дачу. Они будут под самым Воронежем с 20 по 25 апреля. Анна Андреевна приедет 6-7, может быть, приедет Яхонтов. Ахматова все не ехала, и это вызывало раздражение Мандельштама. Вот выдержки из писем Рудакова. 7 апреля. Наверное, 9-го приедет Анна Андреевна. Надежда Яковлевна, жена Осипа Эмильевича, приедет позднее. 13 апреля. Сверх сроков опаздывают Анна Андреевна и Надежда Яковлевна. И он нервничает. 21 апреля. Завтра приезжает Надежда Яковлевна. Анна Андреевна приедет позднее. В мае? Выяснилось это только сейчас, вечером после его звонка в Москву. Он пришел просто в отчаяние. Он хотел ей сейчас показать новые вещи. Вообще она была необходима. 23 апреля. Анна Андреевна приедет во второй половине мая. Ее задержали учебные осложнения сына в Ленинграде. Осип Эмильевич, пока не знал причины, был так раздражен, что убрал четкие белую стаю, которые мы накануне читали, в бельевую корзину. Выяснилось это случайно, и он смущенно признался. Сообщения Рудакова подтверждаются письмом самого Осипа Эмильевича из Воронежа в Москву. Надик, поиздевайся над Ахматовой по телефону. Так еще не ехал никто. Или митрополит, он же еврей, боящийся судьбы. Где же здесь забота о других? О положении Ахматовой, особенно после того, как Мандельштам указал на нее следователю, как на одного из слушателей его крамольных стихов о Сталине, и при вечной тревоге за Леву, и при литературном острокизме, которым она подвергалась, было очень сложным. Что уж тут говорить о нас, простых смертных. В первые же недели пребывания Мандельштамов в Воронеже я получила письмо от Нади с требованием заменить ее при Оси на месяц, чтобы она могла пробыть это время в Москве для устройства дел. Я не могла никаким образом выполнить эту просьбу. А когда я была у них в Воронеже в мае 1936-го, они чуть со мной не поссорились из-за того же. Я работала в литературном музее и приехала на праздничные дни, а они требовали, чтобы я провела с Осипом месяц и отпустила Надю. Я уехала в Москву на свою работу, а Мандельштам дал мне записку для передачи Поповой Яхонтовой. «Лиля, если вы способны на неожиданность, вы приедете». И так же бездумно Надежда Яковлевна пишет Нине Николаевне Грим. «Как жаль, что мы с вами дважды разминулись. И как нехорошо, что вам даже в голову не пришло заехать к нам в Воронеж». В 1937 году Корней Иван Чуковский получил еще из Воронежа отчаянное письмо от Мандельштама. Осип Эмильевич просил Корнея Ивановича написать Сталину или организовать обращение писателей к Сталину с ходатайством об устройстве судьбы поэта Мандельштама. «Смешно думать, что это может ударить по тем, кто это сделает», убеждал Мандельштам Чуковского. Цитирую по оригиналу хранящемуся у Елены Цезаревны Чуковской. «Вот позиция Мандельштамов неизменная и в Воронежской ссылке, и после нее. Вся эта линия поведения заставляет сильно сомневаться в достоверности указания Надежды Яковлевны на их неоднократное предостережение Рудакову. Обратимся ко второй части ее тирады. Тезис о наборе благородных фраз Рудакова, изумившем Мандельштамов, ничем не подтверждается даже в самих сочинениях Надежды Мандельштам. Ведь такое позерство влечет за собой противоречие с поступками. А разве Рудаков чем-нибудь нарушил этику высокого товарищества? Надежда Яковлевна сама представляет его читателю как преданного юношу. Разве трусливому фразеру доверили бы рукописи Гумилева и Мандельштама? Да что рукописи? Самою жизнь Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна неоднократно поручала охране Рудакова. Вспомним начальные страницы воспоминаний. Зловещую сцену выдворения поэта из квартиры и из Москвы. Подозрительный сосед приводит под видом монтера человека из органов. В этой опасной ситуации, по сообщению Надежды Мандельштам, у них сидел Рудаков, находившийся в Москве проездом. Что он делает? В отчаянии шепнула я Рудакову. Это ее реакция на смелый выход Осипа Эмилевича навстречу мнимому монтеру. И когда маска была снята, оба показали друг другу документы и Осипа Мандельштама увели в милицию. Рудаков побежал за ним, выделенный мной. А что же делала жена в это время? А ничего. Ждала, пока Осипа Эмилевича внесли назад на пятый этаж, так как доставить преступника, по ее словам, в участок не удалось. По дороге его опять хватил припадок. И весь этот мучительный путь был переложен на плечи Рудакова. Как видим, поведение его не укладывалось в определение набор благородных фраз. А связь с Мандельштамами продолжалась еще годы, в которые они уже не питались вместе, и Надежде Яковлевне не приходилось кормить бедного мальчишку. Пока Осип Эмилевич оставался еще в Воронеже, они переписывались. Несколько ниже я приведу письма Мандельштама к Рудакову, но даже не прибегая к ним и оставаясь в рамках уже известных материалов, можно убедиться, как дорожил Осип Эмилевич мнением Рудакова о своих стихах. 4 мая 1937 года он пишет из Воронежа в Москву Надежды Яковлевне. Только что пришло письмо от Рудакова. Разобрал его с колоссальным трудом. Он пишет, кажется, и что передать это можно только в разговоре. Большое новое идет от стихов о русской поэзии. Да, это горделивое восклицание показывает, насколько он считался с мнением своего младшего друга. Надежда Мандельштам, изобразив в своих воспоминаниях Рудакова как прихлебателя, приспособленца и карьериста, не удовлетворилась этим. Еще один антипортрет Рудакова сгущен до предела в ее разнузданной второй книге. «Сыновья расстрелянных отцов, пишет она, доказывали себе и другим прелесть и смысл заказа. Они требовали не приспособления, а безоговорочного перехода к победителю. К ним на службу не за страх, а за совесть, чтобы, наконец, стать в подлинном смысле советским человеком». Таков был бедняг Рудаков, генеральский сын, который с пена урта доказывал Мандельштаму, что пора заговорить на языке современности. Во время войны он тяжко переживал, что был просто лейтенантом, а не генералом, как его отец и братья, тоже погибшие. Это единственная его обида, потому что от мысли он полностью отказался. Портили этому бедному парню только вкусы. Он любил Цветаеву и чуть-чуть Мандельштама. Его утешало, что именно ему суждено им все объяснить и вывести заблудших на верный путь. Таких было много, гораздо больше, чем кажется, на первый взгляд. Трудно сказать, что возмутительней в этих немногих строках. Анкетный ли подход к людям, сыновья расстрелянных, или памфлетной интерпретации моего рассказа о вырвавшемся у Рудакова в Москве восклицании? Его раздражало, что все поздравляли его с лейтенантскими погонами. «Я должен был быть Рокоссовским», объяснял он мне. Разумеется, он имел в виду не парадные знаки различия, а талант военачальника, который он у себя подозревал. Замечу, что он сам воевал очень храбро, а отец его, как он меня уверял, командовал корпусом во время Первой мировой войны или даже армии. Учительствовать, наставлять, руководить и командовать Сергей Борисович действительно любил. Тут Надежда Яковлевна была права, но это еще не повод для того, чтобы переиначивать мой рассказ о настроении Рудакова в военной Москве или заговариваться до того, чтобы упрекать его в намерении перевоспитать Цветаеву, которую он никогда не видел. И что противопоставляет мемуаристка своему пасквильному портрету Рудакова? Каков ее идеал положительного современника? Ей бы хотелось, чтобы учителя преподавали без стыда и совести, профессора читали заведомо скучные лекции, а поэты умышленно писали плохие стихи? Рудаков хотел жить и работать в полную силу. Разве это социальный заказ? Он хотел работать честно, но мы все этого хотим. Расстрел отца во все времена и при всех политических режимах был и будет человеческой трагедией, и читать об этом фильетонно-пасквильной резвости оскорбительно. А много или мало работало в Советском Союзе детей казненных, и что они думали и чувствовали при этом, историки, социологи и психологи будут узнавать из более надежных источников, чем безответственная болтовня надежды Мандельштам. Самое неприятное в ней это откровенная манера сводить личные счеты, играя на политических тяготениях и отталкиваниях своих неискушенных читателей. Они говорят в один голос, что она замечательно верно отобразила в своих книгах эпоху. Дефомация, наветы, демагогия. Это ли не эпоха? Она не только изобразила эпоху, но и олицетворила ее пороки своей беспринципностью, доведенной до предела. Что же случилось? Из-за чего надо было надежде Мандельштам уничтожать Рудакова? Как сказано, из-за его воронежских писем к жене. Но какие выводы она сделала из них? Прочтя их, мы поняли, что украденные архивы не случайность. Так было задумано Рудаковым, и вдова только выполняет его волю. То, что мы приняли за чистую коммерцию, выгодно продавать автографы, оказалось результатом бредовых идей самого Рудакова. Трудно сказать, что бы случилось, если б я умерла. Возможно, что Рудаков восстановил бы справедливость и выдал стихи за свои, но ему пришлось бы нелегко, потому что большинство стихотворений все же ходило в списках. Резкое противоречие с настойчивыми сообщениями Надежды Мандельштам о том, что стихи Осипа Мандельштама в течение 15-18 лет хранились только в ее голове. Что ж, Надежда Яковлевна думала, что Рудаков с того света приказал своей жене украсть архивы? Ведь если бы это было задумано еще при жизни Сергея Борисовича, Лине Самойловне, ничего не стоило бы, вернувшись из эвакуации, заявить, что все пропало, сожжено блокадниками, и никто ее ни в чем не заподозрил бы. Это бредовая идея, думать, что Рудаков намеревался украсть архив Мандельштама. К сожалению, эту бессмыслицу восприняла и Анна Андреевна. В уже упоминавшейся заметке Рудаков, не печатавшейся ею самой, Ахматова пишет, увы, блестящие, но несправедливые строки о краже Рудакова. Придумать, что у нищего, сосланного, бездомного Мандельштама можно что-то украсть, какая светлая, благородная мысль, как осторожно и даже грациозно она осуществлена, с какой заботой о потомках и о собственной, очевидно, посмертной славе. Нет, у Рудакова было много грехов, обнаружившихся в его письмах, на это наложилось поведение его вдовы, но в краже собрания автографов Мандельштама обвинять его нет оснований. К сожалению, победила обоюдное стремление Анны Ахматовой и надежды Мандельштам убить наповал Рудакова. Однако они забыли еще об одном участнике игры, который тоже имеет право голоса и при том решающего голоса. Это Осип Эмильевич Мандельштам. Поэт оставил достаточное количество письменных свидетельств о его доверии и приязни к Рудакову. А ведь он знал об обидах и даже претензиях Рудакова на соавторство, но относился к этому чрезвычайно снисходительно. И со свойственным ему умением жестоко критиковать, Мандельштам сумел высказать Рудакову все, что он думает об его стихах. В психологическом отношении встреча этих двух людей составляет очень интересную страницу в биографии Осипа Мандельштама. Глава третья. Осенью 1973 года мне позвонила дочь уже упоминавшейся А.Д.А. Сама за это время превратившаяся в мать взрослого сына и сообщила, что Лина Самойловна тяжело больна и в большой тревоге, почему до сих пор не исполнено ее поручение ко мне. Говорившей надлежало передать мне пакет с рукописями. Ну, Гумилева, вы знаете, те, которые она всю жизнь хранила, небрежно произнесла моя телефонная собеседница. Так, как говорится, комментарии излишны. После долгой конетели я никак не могла сговориться о времени и месте передачи, я получила небольшой бювар с девятью письмами Николая Степановича Гумилева, одно к его матушке, несколькими не очень важными письмами к нему, с рукописями его переводов, напечатанных в издательстве Всемирная литература, с записями для лекций по теории стиха. Тут же приложены еще некоторые незначительные материалы из собрания Лукницкого. Какую часть первоначального состава этого архива мне передали, установить не могу за неимением данных. Письма Гумилева, Кахматовой хранят следы ее работы над ними, собственноручно проставленные даты, пометы, нумерация. Мне пришлось снова выступить в роли посредника, и я отдала это небольшое собрание его законному владельцу, Льву Николаевичу Гумилеву, а он передал его в Пушкинский дом. С тех пор я несколько раз виделась с Линой Самойловной, стремясь, насколько я могла содействовать опубликованию историко-литературных работ Рудакова о «Медном всаднике» и «Катенине» удалось только первое. Об архивах мы тоже говорили, но до конца ни до чего не договорились. Она признала ошибкой, что обманула меня в 1954 году, свалив на МГБ ответственность за пропажу автографов Мандельштама. У нее, мол, не хватило духу признаться, что они сожжены. С искренней убежденностью она мне сказала, что ей все вернули, за исключением автографа стихотворения Мандельштама о Керенском и вырезке из журнала с изображением фотографий русских писателей во главе с Маринетти. Ее заставили расписаться, что она сама добровольно сдает эти материалы, и это, по-видимому, травмировало ее. Вернувшись домой, она вместе с матерью стала жечь все Мандельштамовские автографы. Относительно архива Гумилева она твердо заявила, что больше у нее ничего нет и не было. И я опять ей поверила. Но в разговоре она сама, слабая и старая, проговорилась, упоминая, как ей трудно было жечь в один из страшных периодов нашей жизни бухгалтерскую книгу с толстыми листами, в которую Лукницкий вписывал данные для трудов и дней Гумилева. Хорошо, что сохранилась машинописная копия этой летописи, так не сказали осведомленные люди, но ведь на подлиннике могли быть пометы рукой Ахматовой. Зато обнаружилось, как была права Анна Андреевна, указывая на солидный вес переданного Рудакову архива. Не лишним будет отметить, что среди писем Гумилева-Кахматовой оказались такие, какие не попали в публикацию Аманды Хейт. С другой стороны, у английской исследовательницы напечатаны те, которых не оказалось в переданной мне пачке, а те, которые совпадают, их большинство, печатались, очевидно, по копиям, так как в них встречаются неверно прочитанные слова. Некоторые подробности о Мандельштамовском архиве повергли меня в крайнее недоумение. Из писем Рудакова можно сделать вывод, что по крайней мере двадцать блокнотов были им заполнены под диктовку Осипа Мандельштама, дающего ключ к своим стихам. Арина Самойловна очень живо и убедительно несколько раз заверяла меня, что она сожгла только один блокнот, самый драгоценный. В нем, между листами, было вложено по одному автографу Мандельштама, а на листе был краткий в одну-две фразы комментарий рукой Рудакова. На меня производит впечатление, что это был только указатель к другим блокнотам. Но Лина Самойловна уверяла, что больше ничего у нее не было. Что касается комментария к Мандельштаму, писала она мне 31 июля 1971 года, то его, как такового, не было, была тетрадка с беглыми заметками к стихам. Теперь уже выяснить ничего нельзя. Не у кого спрашивать. Нам остается только тщательно изучить по письмам Рудакова, чем и в каком порядке занимался Мандельштам с ним. Попытаюсь в следующих главах составить такую сводку. Есть еще маленькая, совсем крошечная зацепка. Так как я уже не в силах заниматься розысками, связанными с поездками, делюсь с исследователями этим своим соображением. По письмам выясняется, что Рудаков нередко посылал одному своему ленинградскому приятелю копии стихотворения Мандельштама и свои соображения о ведущейся им в Воронеже работе. Приятеля этого уже нет живых. Семьи, как говорят, у него не было. Знавшие его тоже умерли. Но есть один адрес, по которому в порядке чуда могли бы найтись какие-нибудь следы его бумаг. Именно чудо, потому что этот адрес Рудаков прислал своей жене в Свердловск в первый месяц войны, а потом в городе, где очутился ленинградский товарищ Сергея Борисовича, были немцы, а приятель тот был евреем. Какова была его судьба, теперь уже никто не знает, что уж тут говорить о судьбе его переписки, а все-таки. Звали его Григорий Моисеевич Леокумович. 18 августа 1941 года адрес его был таков. Ростов-на-Дону, Морская улица, дом 135, квартира 1. Может быть, кто-нибудь доищется? Я очень сожалею, что во время наших поздних свиданий с Линой Самойловной она не давала мне заняться вплотной письмами Рудакова, а читала вслух по кусочкам, путая числа и сейчас же пряча письмо с прочитанной выдержкой. Правда, мне и не очень хотелось у нее засиживаться, но если бы это было мной преодолено, а она не была столь скрытной, я бы могла задать ей в упор несколько вопросов об упоминаемых Рудаковым блокнотах. Этого не произошло. В одной из последних встреч Лина Самойловна направила ко мне дочь Сергея Борисовича от первого брака. Они сблизились лишь в 1951 году. Характерно, что до 70-х годов я не имела представления о ее существовании, думаю, что и Мандельштамы ничего не знали о ней. Теперь Лина Самойловна предупредила меня, что после ее смерти Маша получит весь ее архив. Так оно и сделалось. Вместе с Марией Сергеевной мы читали письма ее отца в течение целого месяца, ни на что другое не отвлекаясь. Среди бумаг обнаружились еще копии нескольких неизвестных стихотворений Мандельштама. Нашлись также письма Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны к Рудакову. Письма и дарственные надписи Осипа Мандельштама к Рудакову. Письма Надежды Яковлевны к Мандельштаму Ему же Первое Шестое июня 1935 Я у врача Разыгрался гайморит Ждите Второе Седьмое июня 1935 Я в клинике рядом с Первомайским садом или в поликлинике улица Энгельса по Комиссаржевской направо у горловиков Зайдите туда Надо срочно показать снимки Третье Линия Самойловни Рудаковой в хорошее рабочее и дружное воронежское время с сердечным уважением Осип Мандельштам 25 сентября 1935 года Подразумевается совместная работа Мандельштама с Рудаковым над комментарием к стихам и творческой биографии Мандельштама Жена Рудакова оказывала им помощь присылая из Ленинграда книги и переписывая нужные материалы В сентябре 1935 года проводила свой отпуск в Воронеже Четвертое без даты Дорогой Сергей Борисович Без вас ничего делать не хочется Вся жизнь переменилась Пришел к нам Троша Троша рабочий комсомолец снимавший комнату совместно с Рудаковым Привет от всех нас Вы самый большой молодец на свете О Мандельштам Приписка Надежды Яклиной Мандельштам Все идет хорошо А потому я думаю написать А дня через два три позвонить Лине Самойловне Вы ей тоже дня через два сможете написать Передайте через врачей как вы себя чувствуете Чего вам можно прислать из еды Икру вино масло печенье Чего вам хочется Сестрам тоже напишу дня через два Сестры Людмила и Алла Борисовна Рудаковы высланные из Ленинграда поселились в Саратове вернулись в Ленинград по-видимому одновременно с братом Будьте молодцом и поправляйтесь Н. Мандельштам Пятое Без даты Дорогой Сергей Борисович Как-то вы расскажете о своем больничном житье Вы там с ребятами, да? А я в театр хожу на репетиции С 7 октября 1935 года до 1 августа 1936 Осип Мандельштам числился в штате Воронежского Большого Советского театра в качестве консультанта Знак вопроса Горького ставим Дома книжки читаем Да чайки пить им Ой, скучно Передайте Чем бы вас утешить Привет, сердечный Ваш О.М Шестое Не позднее 4 декабря 1935 Дорогой Сергей Борисович Разговор с Линой Самойловной вчера не состоялся из-за порчи линии Перенесли на сегодня Вчера предупреждения не было дано Сегодня добьемся обязательно хоть срочным Лишь бы линия работала Колли принес замечательные фотографии Колли 23 ноября 1935 года Рудаков писал жене Пришел Колли Говорит, что он молодожен Это по сравнению со мной Ему 23 Человек ультраблагополучный Сытый 2 декабря Колли снял меня И говорят, вышло очень здорово Тоже отдельно О Отдельно, так как снимок в разное время Вы здорово вышли В двух видах Скучаю Сердечно приветствую Ваш О.М Что нужно Чего хочется Сообщайте желание Приписка Надежда Яковлевна Мандельштам Сегодня попробуем дозвониться Если исправят линию Письма Подобные Успокоительные Я написала Ильине Самойловне И Алле Борисовне Завтра опять напишу Чтобы они не волновались Колли принес Фотографии Чудные Что вам прислать Из еды Скажите Стефану И Богомолову Стефан Александр Иванович 1885-й После 1942-го Умер Дипломат Писатель Отбывал ссылку В Воронеже Богомолов Леонид Иванович Ленинградец Врач Работавший в Воронеже Вероятно Тоже высланный Я с ними По утрам Разговариваю Есть ли еще Одеколон Или вышел Седьмое Девятое Декабря 35-го Милый Сергей Борисович Нынче Оси Собирался Написать вам Большое письмо И я не хочу Перебивать его Сообщением В разброд Всех наших Планов Делай прочего Впрочем Ничего нового У нас нет Кроме того Что скучаем По вам Оси Собирается В санаторий Подлипецк Я связываю Свой отъезд С ним Что еще Все Наташа Уговаривает Нас переехать В какую-нибудь Дешевую И хорошую Комнату Наташа Хозяйка Комнаты Снимаемой Мандельштаммами Боюсь Что это Скоро Случится Еще Кажется Ничего Приедет ли Лина Самойловна Или вы Поете к ней Чего вам Желаю Получаете ли Вы от нее Письма Нам она Ничего не Ответила Очевидно Пишет Вам Слушайте Трошину Сестру Надо устроить По медицине Санитаркой Я хочу Это сделать Через Стефу Уговорите его К нам Зайти Скажите ему Что я его Очень прошу К нам Зайти Еще Как будто Ничего Ося Возится В театре И чувство Долго Затягивает Санаторий Хотя он Очень устал И ни на кого Не похож Читайте Детские сказочки И Сумарокова И Сумарокова Выходите Н. М. Сказочки Рудаков Брал у больных Детей Своих Соседей По палате С собой У него Был Восьмой Том Второго Издания Полного Собрания Сочинений Сумарокова Его Любимого Поэта Восемнадцатого Века Которым Он Зачитывал Мандельштам Восьмое Десятый Декабря Третьцать пятого Милый Сергей Борисович Второй день Оси не может нам Написать Как хотел Большого письма Нынче Получили Ваше письмо Оси нет дома Я решила Предварительно За Осю Хоть немножко Вам написать И оправдать Моего старика Хотя он Конечно Свинья Дело в том Что в театре Сейчас горячка Выпускают Две постановки И Оси помогает Рыжий Помогай Он сидит На репетициях Пишет брошюры И так далее Это курьезно Но ему Видно нравится Внутри театра Сегодня его Поймал Вольф И спросил Почему он так Худеет Вольф С.О. Директор Воронежского Большого Советского Театра Выглядит он Действительно Очень плохо Очень слаб И так далее Но по своему Стахановскому Темпераменту Не едет в санаторий А продолжает прыгать Вчера С одиннадцати До трех Репетиции С четырех До шести Писание Брошюры С шести До восьми Обсуждение Брошюры В театре С восьми До одиннадцати Аристократы Смотрел спектакль Чтобы сделать монтаж С одиннадцати До двенадцати Баня Аристократы Пьеса Погодина Нынче Репетиция Сейчас Съев Манную Кашу Пошел К Елозе Елозо Редактор Воронежской Газеты Комуна И член Редколлегии Журнала Подъем В связи С его Конителю Задерживается Мой отъезд В Москву Меня это Очень нервирует Но бросать Его сейчас Когда уже Чужие Замечают Какое Наблезло Я не хочу Мне ужасно Неприятно Что мы Вам последние Дни ничего Не передаем Кушательного Я знаю Как плохо В больнице Но мы Сейчас в Большом болоте До четырнадцатого Числа Остались на одном Театре Запутались И так далее К четырнадцатому Опять будем Жизнеспособны Я очень Обрадовалась Вашему письму И поездке Л.С Я очень В нее верю Почти уверена Да Нынче Вместе с вами Получила Очень милое Письмо От Аллы Борисовны Сейчас Троша За собственный Счет Отправит Ей Ответ С известием О вашем Состоянии Писали ли Вы ей Мне Богомолов Говорил Что он Отправил От вас Письмо В Саратов И я Успокоилась Но она Как будто Не получала Во всяком случае Подтверждение Со стороны О вашем Состоянии Только Хорошо Оська Много О вас Говорит Скучает К вашей Обиде Он Вас Назвал По поводу Болезни Бедным Мальчиком Я Сама Слышала В смысле Работы Не Томитесь Осип Будет Работать А я Вам Надеюсь Что вы Сами Пороетесь В сундуке И Сами Выберите Все Что Вам Нужно Намек На Возможность Скорого Возвращения Рудакова Надежды Связывались С поездкой Финкельштейн Рудаковой В Москву Трош Очень Милый И Хороший Человек Его Отношение К вам Прямо Чудное Сейчас Он Спасет Нас Отправит Письмо Вашей Сестре У меня Нет Намарку Всего Вам Хорошего Оси Вернулся Сидел Просто В библиотеке Коммунной С материалами По театру Но сейчас Не стоит Ему Писать Одна Чепуха Будет Очень Устал Девятое 17 Декабря 35 Дорогой Сергей Борисович Что Сказать О себе Устал Очень Настроение Твердое Хорошее Сдружился С театром Кое Что Там Делаю Не Канцелярия Затеял Ехать На Месяц В санаторий Областной Денежный Театр Все Оборудовал Будто Я Старый Работник Поеду Кажется Двадцатого В Нервный В Тамбове Не Хочу Выбрал Липецк Общий 18 Декабря Модельштам Поехал Все В Нервный Санаторий В Тамбове Лишь Бы Отдельную Комнату Дали С С Союзом Писателей И Через Союз Начиная С Воронина Начал Большой Разговор Сказал Свое Слово Они Отвечают Это Очень важно И весело Хорошо Завтра Получаю Трехгодичный Паспорт Получил Письмецо От Эйхенбаума Который Остановился В Москве У нас Борис Эйхенбаум Приезжал В Москву Из Ленинграда По делам Редактируемого Им Издания Сочинений Лермонтова Москва Академия 1936-1937 В московской Квартире Мандельштама Жила его Теща А наездами Из Воронежа Жена Надя Везет В Москву Все Воронежские Стихи Концерт Был Хороший Виолончель Сомык Играл На Страдивариусе Скажите Врачам Чтобы Наушники Радио У вас Устроили Это Для Выздоравливающих Полезно А я Похлопочу В радиокомиссию Метете Если у вас Другого отдыха Не предвидится Не хотите ли Ко мне В санатории Это вам Можно Окрепнуть Надо Пишите Л. С. Эта фраза Вписана Между строк Там Вместе Две недели Поработаем Идет Привет Сердечный Ваш О. М. 3 апреля 1936-го Осип Мандельштам Поживем Поглядим С. Москва 11-е Шли Нестройно Люди 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 Кто же Будет Продолжать За них Шизоидный Психопат О. М. 30-го Мая 1936-го 12-е Эта книжка Доставила Большое огорчение Моей покойной Матери Прочитавшей В речи Рецензию Лернера Две надписи На экземпляре Египетской марки Сделаны В первую годовщину Встречи в Воронеже Вторая надпись Очевидно Итоговая После Большого Разговора 3-го Апреля 36-го 13-е Задонск Осень 1936-го Дорогой Сергей Борисович Спасибо за весточку Я сейчас не болен Но очень тяжелое Самочувствие Не знаешь Что делать С собой С Надеждой Яклиной Гораздо хуже Она очень слаба Резко изменилась В городе Нам жить Не придется Во-первых Нечего делать А во-вторых Нам недоступны Городские комнаты Может в Сосновку Переедем Пишите о себе Как можно чаще Присылайте нам книги Хочу читать Испанских поэтов Достаньте Если можно Первое Словарь и грамматику Второе Христоматию Третье Лучших авторов Лириков Лириков и эпиков Рудакову Приводится Приводится по копии Из письма Рудакова 30 мая 1936 года С его объяснением Последнего исправления Вместо продолжения Зорких Тех двоих Шизоидный психопат Медицинский термин Почерпнутый Из документа Поликлиники Обследовавший Мандельштама 27 мая 1936 года Дарственная надпись На камне Подаренном Рудакову В Воронеже 19 июня 1936 года Сосновка Поселок Под Воронежем Намерение Мандельштамов Поселиться там Не реализовалось Они сняли Комту В Воронеже Пропавший Ключ В совместной Работе Мандельштама И Рудакова Были свои Приливы Отливы Осип Эмилич Не мог Работать Систематически После бурных Первых двух Месяцев Общения С Рудаковым Ознаменованных Процессом Писания Новых стихов Начался Отлив Непосредственной Творческой Поэтической Энергии Мандельштам Занялся Вместе С Надеждой Яклиной Подемной Литературной Работой Рецензией Монтаж Агеты И другие Заказы Для радио Наконец Театр Однако Вне своей Поэзии Мандельштам Жить не мог И он Предпринял Вместе С Рудаковым Пересмотр Всей своей Поэтической Работы Начиная С 1907 Года И кончая Самыми Последними Воронежскими Стихами Если При первом Знакомстве Рудаков Предстал Перед Мандельштам Как Задорный Петушок Задумавший Огромную Книгу По теории И истории Русской Поэзии То теперь Его задачи Сузились Было решено Подготовить Комментированное Собрание Стихотворений Мандельштама И даже Стал Намечаться Монографическая Книга Рудакова О нем Это Начинание Сопровождалось Поощрительными Возгласами Безмерно Увлекающегося Осипа Эмильевича Читая О них Мы Конечно Не должны Забывать Что Знакомимся С ними В интерпретации Рудакова Тем не менее Он был Достаточно Объективен И Главное Обладал Чутьем К интонации Слову Поэтому Реплики Мандельштама Передаются Им В живой Непосредственности К сожалению В изложении Длительных И содержательных Бесед С Мандельштамом Рудаков Пространнее Чем Своего Собеседника Передает Собственные Речи Но Зная Об этом Его свойстве Читателю Не так уж Трудно Будет Восстановить Равновесие Опираясь На знакомый Стиль Прозы Мандельштама Замысел Начал Осуществляться 23 мая 1935 Пишу Карандашом Потому что Жизнь У Мандельштамов Сообщает В этот день Рудаков Сегодня Там Занимались Диктовкой Уже Около 300 Стихов Ах Лика Что это Этим Я Искусственно Остановил Нейтрализовал Разрушение Новых Стихов Он Весь В припоминании Лика Чудо Что мы Встретились Сейчас Он Ежедневно Долбит Работайте Пишите И у меня Будут новые Вещи А работа О нем Будет Изумительно Сейчас Пишет Рудаков 26 мая Он Может быть Уедет Раньше Меня Это Неопределенно Надина Еще Нет И нет Именно Поэтому А то Что эти Месяцы Мы Были Вместе Удивительно Историческое Событие Посмертные Стихи Все Завещены Мне Его Собственные Слова Вы будете Единственным Душеприказчиком И издателем Модельштама Сейчас Надин Может быть Уже Привезет Старые Вещи Из дому На Благополучный Ленинград Расчеты О Новом Вечере Со мной Работа Шла Интенсивно Уже Начиная С диктовки Неизвестных Рудакова Стихов 1930-1933 Годы 406 строк Попутно Шли Разговоры Так 11 июня Рудаков Пишет Мы Решили Систематизировать С его Слов Курьезы Низких Оценок Его За 30 Лет 29 июня Только Что Вернулся От Модельштама Усталый Как После Сточасовой Работы В твой Белый Блокнот Надиктовано Больше 150 Строк А главное Обнаружились Большие вещи Им Начисто Забытые Вещи Порой Первоклассные Куча Коктебельских Стихов Невозвратима А эти Попугаи Психуют Из-за Потери Коктебельских Камешков У Н Постепенно Выветривается Ко мне Недоверие Точнее Нежелание Пускать К Оськиному Наследству Она Обещала Записать Потихоньку То Что Сам О Не Диктовка Новых Ненапечатанных Стихов Продолжалась До 3 Июня К этому Времени Вместе С Напечатанными В журналах Рудакова Скопилось До Тысячи Стихов Строк За Период 1930 1934 Годов Заполнился Весь Белый Блокнотик Отчитывается Рудаков Перед Женой Где Он Этот Белый Блокнотик В нем 12 Страниц Были Заняты Черновиками Ариоста А 5 Автографами Мандельштама По-видимому Осип Эмильевич Припоминая Утраченного Ариоста Собственноручно Вписал В блокнот Рудакова Какие-то Варианты Письмо От 1 Юля Свидетельствует О спаде Работы Вообще С ним Очень Трудно И Минутами Все Кажется Лишним Но Стихи Может Быть Только Он И Умеет Писать Сейчас Был Момент Когда Припоминание Старых Стихов У Мандельштама Привело По словам Рудакова К Полюбовной Трагедии Они Ушли И Ходят И Разговаривают И В розницу Делятся Со мной Былыми Грехами Один О Другом Рассказывая Это Рудаков Сообщил 1 Июля А Второго Продолжает У Них Сейчас Тихая Драма А Я Повинен В ней У Осипа Есть Женские Вещи Не Ей Посвященные А Есть Вещи Написанные В часы Когда Она Думала Не О Нем Их Она Наизусть Не Помнит И Не Любит Воспоминание Для Диктовки Мне Тех И Других Привело К Воскрешению Запретного Прошлого Они Стали Заниматься Мельчайшими Займупреками И Я Уже Писал Излияниями Мне Горе Своего Бежать Бы Мне От Этих Мест Вот Одно Единственное Что Могу Говорить Об Этому Неловкость Не Хуже Той Какую Мы Испытывали При Роме Жениных Затмениях Уже Кажется Вот Сейчас Скандал Разгорится А Стихи К слову Сказать Становятся Яснее И Сильнее От Этого Эти Припоминания Женских Стихов Оказались Для нас Читателей Плодотворными Тайна От Нади Осип Эмирич Надиктовал Рудакову Два Стихотворения Твоим Узким Плечам Обращенная К Марии Сергеевне Петровых И На Откосы Волга Хлынь Посвященная Поповой Яхонтовой Надежда Мандельштам Пишет В одной Из своих Книг Что Это Стихотворение Твоим Узким Плечам Посвящено Ей Она Как-то Бегло И сухо Сообщает Что Осип Мандельштам Показал Его Ей Но Это Неверно У меня Есть Первый Мышнописный Список Еще Ненапечатанных Стихотворений Мандельштама Которые Надежда Яхлина Мне диктовала В 1956 Или 1957 Году Там Этого Стихотворения Нет Надежда Яхлина Его Не знала И Впервые Получила Из рук Харджиева Списавшего Его С копией Рудакова Весь Июль Прошел У Мандельштамов Под знаком Подготовки Радиопередач Поездок В колхоз От газеты С последующим Писанием Очерка Неудавшегося Плановые Занятия С Рудаковым Были Прерваны Только 5 августа Рудаков Сообщает С почты Иду к М Они вчера Коллективно Кончили Очерк И может быть Наступит полный мир Тогда начну Доить Оську Исторически С собой Предусмотрительно Беру Бумагу И развитый Вчера Планчик Он Человек Стихийный И важно Его Втянуть Толкнуть В определенном Направлении А там Он и сам Покатится Хоть бы успеть Как будто Осип Эмилевич Опять охладел К припоминаниям Но бесспорный Интерес Проявляет К этой работе Его жена Немного Но очень искренне Помогает Надежда Яковлевна Пишет Рудаков 6 августа Но мне Тревожно Все же Воронеж Богатейший Но план Не остался бы Иллюзии Очень это Нужно С Надеждой С Надеждой Яковлевной Всяческие Литературные Разговоры Упершиеся В то Что они Через Анну Андреевну Нажмут На вопрос Пуска меня К материалам Гумилева Боже Жить бы И работать Вчера В порядке Отрезвления От очерка Писочек 21 августа Он пишет Как и Младенце Она поможет Есть пафос В ее Секретном От него Участии Свою Отдельную Работу Рудаков Делает В это Время Без Осипа Эмильевича Об О Тысячи Мелочей И крупностей Интересных Но их Не пишу Так как Они Сейчас Откладываются В систематические Записи 7 августа По Мандельштаму Веду Работу Двоякую Биографические Ретроспективные Записи И планы И Соображения О Анализе Конкретного Стиха Первое Больше Записывается Второе Больше Думается 10 августа Сегодня Много Писал По М И вот Новость Какой Раньше Не знал Не только Записывал Мысли О Приговорении Нахожу В процессе Изложения Новые 16 августа К твоему Приезду Будет целая Тетрадь Об Оси Когда Проглядываю Сделанное Кажется Что это Необходимо И Само По себе И как Будущий Заряд Для работы Теоретической 18 августа Но Если Надежда Яковлевна Признала Работу Сергея Борисовича То Лина Самойловна Напротив Беспокоится Она Опасается Что Осип Эмилиевич Слишком Заполняет Собой Время Ее Мужа И это Мешает Рудакову Самому Писать Стихи В этом Ее Убеждает Сам Рудаков Постоянно Жалующийся Ей На Непризнание Его Осипом Считает Что Мандельштам Эксплуатирует Рудакова Ему приходится Защищать Их В своих Письмах И оправдываться Перед Линой Ваше Письмо О моих Неравновесиях Забыло Пишет Он 17 августа Что Волнения Мои Почти Всегда Материальны И Редко Ссоры С О Силу Его Личного Воздействия Вы Преувеличиваете Пишу О нем Записки Эти Дни И вижу Какой Я Не зависящий От него На всем Пути Все Это Вылилось В объяснение Проведенное При участии Лины Самойловны В сентябре Когда Она Видимо Проводила Свой Отпуск В Воронеже Писем Рудакова Конечно За этот Месяц Нет Но Отклики И ссылки На эти Сентябрьские Беседы Мы Встречаем В позднейших Письмах Неоднократно Вообще Приезды Лины Самойловны В Воронеж Не Способствовали Установлению Мирных Отношений После Первого Ее Посещения Мужа Заметно Изменился Тон Его Сообщения О Мандельштамах Только Тогда Появились Так Режущие Наш Слух Фамильярные Наименования Надька Или Надин И Оська И даже Псих Она Не ожидала Видимо Что Маститый Поэт Так Просто В обращении И Спровоцировала Сергея На это Амикошонство В его Сообщения О Мандельштамах И Все же Сентябрьские Размолвки Были Заглажены Осипом Эмилевичем Открытой Прекрасной Надписью На второй Книге Подаренной Лине Самойловне 25 Сентября В Хорошее Рабочее И Дружное Воронежское Время Работа И Настоящее Общение Возобновились В конце Октября До Тех Пор Шли Только Записи Биографического Характера 22 октября С Н Опять Биографические Разговоры Раскрытие Посвящений Теперь Уже Все Эти Посвящения Раскрыты Цветаева Ваксель Арбенина Петровых Мандельштам И Клятвина Обещали Что Через Анну Андреевну Я буду Работать Над Гумилевым 17 Октября С Н Записывал Биографию Наконец 22 Октября Читаем В письме Рудакова Чего не было Давно Пришел От О Поздно Неожиданно Опять Литературные Разговоры Воспоминания Может быть Осип Эмилич Разговорился Под влиянием Присылки Лины Самойловной Камня 1913 О На камень И Обрадовался И Разгрустился Замечает Рудаков 21 Октября Но 23 Он сообщает Разговоры И Все С ним Пошли После Концерта Певицы Типа Ирмы Яунзем Фрейчко Кажется В программе Концертов Исполнительницы Народных Песен Дины Фрейчко Устроенных В зале Музыкального Техникума Обл Радиокомитетом 22 И 23 Октября Значились Русские Украинские Еврейские Грузинские Армянские Белорусские Другие Песни Видимо У Мандельштама Была сильная Внутренняя Тяга К народной Поэзии И музыке Вспомним Его Более Раннюю Рецензию На Дагестанскую Антологию А 30 Сентября Рудаков Сообщает О Все пытается Писать Проспект Фольклорной Подчеркивание Своей Роли Вероятно Осип Эмилич Не советово Спрашивал А делился Своими Соображениями И проверял Их В живой Беседе 24 Октября Дома Занимаюсь О Смотрел Свою Тетрадь Лина Это Бездна Материала И мыслей Необходимо Продолжать Иначе Глупо И нечестно Всегда Потом При надобности Можно Перетрясти Но сейчас Писать И писать С О Немного Работал Над его Прозой По его Шуму Времени И египетской Марке Примечание Труднее Добывать Чем по стихам Ведь Эта Проза Значит Нужное Уже Сказано И не Требует Повторения Это Его Логика 25 Октября Сейчас Много Работаю Над О Стянул Копию Анкеты Им Заполненной Напоминаю Что Осип Эмильч Мандельштам Служил В театре 7 Октября Родился 3 Января 1891 Года Интересное Изложение Своего Социального Происхождения Документик Энн Старается Убложить Меня Диктовкой Его Биографии И то Благо Но Освещение Событий У нее С претензией С наглостью И пошло По окраске Не в пример О 26 Октября Энн Систематически Диктует Его И свою Биографию Есть 19 20 21 Начало 22 Года 27 Октября О Все сходит С ума О своем Положении Об этом У меня Копятся Записи 28 Октября Из О Постепенно Выкачиваю Дело Тоже Активно Весьма Из Н 2 Ноября Вот ты пишешь Что я не хочу Не говорю тебе О литературной Жизни Своей И О Боишься Что это Сознательно Кит Мой Маленький Да разве Это может быть Просто тот Кусочек Разговоров Был малым Островком Это во-первых А во-вторых То что теперь Удавалось Выудить Это чистые комментарии И они сразу Вставали на свое место В блокноте И естественно Не дублировались В письмах Не пересказывались А бытовым образом Особенно с его болезнью Мы бесконечно Замотаны Само по себе Это даже повод Для писем Но последние дни Я как-то лишен Способности наблюдать Может быть нет деталей А одна полоса нервов А главное Что пишу тебе Всего Себя Безнарочных Утаек Театр Болезнь Этсетера Как комментарий Должны Воплотиться В тетради номер два В этом смысле Их обдумываю И вот тут Проклято его Фон Баронство Во всем видеть Фабулу Фабульность Своей судьбы Это ложно Надуто И вместе Безумно Вяжется с его образом Болезнь Как интервал Дала убеждение Что служить Больше нельзя Это есть Самосожжение Это вредно Упадки Сменяются Скандалами С Н С терминами Дура Дурак Скотина Сволочь И так далее В рамках Мещанско-комнатной Ругани С психологическими Экскурсами В область Этики поведения В общежитии Деньги у них Почти последние Тревога А все К мысли Что он устроен Служат Привыкли И не беспокоятся Энн 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 При фактически Как лекарства 4 ноября Сегодня у меня Выматываю сведения О писателях Сегодня Рукавишников Сологуб Подробно Петровский И стихи Последних номеров Знамя Звезда Новый мир Афон Расспросы О теоретической работе А его Данте При этом он чувствует Что фиксирует Только комментарии К стихам 5 ноября Много и хорошо Работаем Через 3-4 сеанса Кончится книга 1928 года Масса ценнейшего Укладывается В блокнот С примечаниями И опять тупик Понял, что Примечания Сам То есть Из О Выматываю И огромную Долю своих Мыслей Опробирую И с его Изволения Фиксирую Сам это Всегда Отделить Сумею Но делать Двойные Примечания Нелепо Сейчас А тут Игра Если это М Ему все верят А если это Я Сомнения А выдавать Все за М Значит Себя Затирать Все это Нормально Должно Утрястись И в боковых И предисловных Словах Должно быть Где-то Названо Верно А техника Растет Как он Станет Менее Подробен Я ему Чего-нибудь Вопросительно Раздражающего И он Оживляется И едем Дальше Н Сплошь Обыгреваю Шахматы И семечки Нога И вольность Вопреки Вкусам О 6 ноября А днем По покупочным Делам Бега Бестолковые Просветы Разума У О С ним Почти Хороший Разговор О Хлебникове Об акмеистах А после Часов Шести Психование Страх За болезнь И я Тащусь К Богомолову С ним Обратно Он Разговорчив И сидит Вечер Пусто И бессмысленно О Не замечает Что собеседник Не в курсе Его дел И тонко Плетет ему О своей политике А тот Ушами Хлопает Пусто И нет Все Оправдывающей Работы Напряжение При котором О Из маниакального Больного Делается Человеком Собой Попробую Записать Кое-что О Хлебникове И ложусь Седьмое Ноября У О Разговоры О нашей Форме Жизни О ее Беспредельности Узаконенной Вдруг Как пишется Осозналась Нелепость Этого Почему Зачем Это И как В письме Что писал Тебе В конце Первого Нашего Лета Еще На Вы Еще До Всего Стало Ясно Настоящее С высот Будущего Как Изумительно Встреча С М И через Все бытовые Дебри Его Их Изломанного Лица Пробираемся Мы к Историческому И неповторимому Он говорил О моих Стихах Как о Будущем О своем Автопротесте На них И о Изумительной Моей Выдержке К нему К его Стихам Линонька Моя Будем Вместе Я буду Писать О нашей Воронежской Свободе О мире Открытом В будущее За счет Ненормального Настоящего Написали План работы Именно Кроме Примечаний Составить Письма До десятка Секцию Поэтов Щербакову Пастернаку Шагинян Селивановскому В редакции Журналов Снабдить Их стихами И пояснениями К стихам А мне Это И комментариями Будет Это Должно Создать Оживление Вообще А для О Внутреннее Движение Пусть Утопия Но работа И нужная По существу Как анализ Сейчас Кончаем Тристия Лина Характер Записи Углубился Невероятно Боже Сделать бы Так Гумилева Самому Или с Анной Андреевной А там И теория Поэзии Сложится Сама Интересные Дополнения Приводятся Варианты Рудаков Это Это же Пороки Которая Советы Прислал Больница О По композиционной Аморфности Это Сделал бы Четвертым А я знаю Что материал Тот же Около Но в цикл Не входит Любопытно Как параллель К первому Но самостоятельное 30 декабря Мои писания Об О Растут Но так Хочется Работать Литературно Вполне Официально И спокойно Иметь Среду Ведь Григорий Моисеевич Пятница Извини За несвойственное Мне Остранение К письмам Надежды Яковлевны В больницу Надо прибавить Еще одно До нас Не дошедшее О нем Рассказывает Рудаков 3 января 1936 года Энн Мне прислала Письмо Из Москвы Она мне Привезет кучу Часть Перечисляет Материалов Сама же Просит ей Прислать кое-что Что есть у меня А у нее нет Будет она В Москве До 10-12 Я не успею Хочу попросить Тебя Посылай Объясни Что я просил Это сделать Так как сам Не успел бы И у тебя Тексты проверенные Надо ей Восьмистишее Кроме шестого Чувства Бабочек Чертежника Голуботвердого Глаза А белым Большие длинные Стихи И воронежские Кроме чернозема Станцев Скрипачки Венка Подразумевается И стихотворение Не мучнистый Бабочкою белый И День стоял О пяти головах Пятого января Добавляет Рудаков Московских А я эгоистически Рад Привезенному У Н Формула Я хочу сохранить Имеющееся То есть написанное Не заботясь о том Сможет ли он еще писать Тут доза риторики Но это искренно И мне действительно Все переходит Кажется 16 января Сегодня Забрался домой рано В семь часов И весь вечер Буду работать Читать разговор О Данте И еще всякое Мне с моей тягой К пейзажу В графике Безумное наслаждение Доставила Надин Оськины рукописи Это и лес И парки И луга И даже безводные пустыни До трехсот листков Отмазанных черновиков До беловых редакций Оформленных Изумительно В простоте, конечно Неимоверно расширен Круг стихов 1907-1920-х годов Просто непредставимо А варианты Только бы свершить задуманное Если Энн не врет В Москве многие знают Об этой моей работе Через Ленинград То есть помимо Энн самой Через Степанова и Тынянова Оськин Дант Ключ ко многому Если не ко всему Положения там трактуемые Очень четко формулированы Но это все есть в его новых 1930-1935 годы В стихах Почти каждый абзац Имеет в себе стихотворную параллель Он Осип Эмилич Будет в ярости Когда я так разложу его работу На элементы В целом Она есть лицо его ереси И может быть Гениальности Она собственно не в этом 18 января Успокоение могла бы принести О работа Но они как курица на яйцах На рукописях сидят То есть дают мне на анализ Но систематически еще Не наладилось Так как у них работать нельзя А О умоляет не уходить Завтра твердо днем Начну работать над ранними годами 19 января Вот я рано дома Со мной стихи Осипа Эмилича За ранние годы Кончая 1911 Всего 61 лист А на иных По две пьесы вариантов По изданию 1928 года За эти годы всего 25 пьес Сажусь работать с настоящим волнением Это бумага нового специального Купленного блокнота Речь идет о бумаге На которой написано письмо В клетку очень плохая Пропускает слегка чернила Пусть на ней к тебе уедет то Что хотела быть абиссинскими стихами Творчески почти заумно Стиховно Почти продиктовано Каким-то голосом мне Она святого Иордана Полдневный зной Безводный лук Веселости, любви, обмана Неиссякаемый досуг Она долина Ханаана Непокоренная пока Веселости, любви, пожара Глубоководная река Январь 1936 Воронеж Третий и седьмой стихи очень членораздельны С четкими запятыми Ленуся Простите, что стихов стало так много Хватит ли любви на все И они Стоит ли Эти, кажется Стоит 20 января У Эм Какая-то тупая Примиренность Приглушенность Бесхитростность Где все бури и полемики Прошлых месяцев О.Э. очень постарел И осел как-то Может быть, они действительно Куда-нибудь на юг уедут Может быть, все лопнет Мне и трудно там сидеть И жаль их И деться самому В сущности некуда Очень радует рукописи Но хочется работы шире Комментариев его самого И прочее Может быть, это будет 20 января Эн Массу мне По рукописям помогает Не всегда толково, но сердечно 21 января С десяти часов дома И все работаю Предварительному анализу С копией подвергнута До сорока пьес Есть вещи хорошие А интересно и ценно Все лучше всякой исповеди 22 января В портфеле Оськины материалы И такие живые Мы вместе сегодня работали Черновики-соломинки Он к концу вечера Сильно успокоился Все эти дни в вечном кипении Его забот о болезни А тут наступило просветление 23 января Утро, оказывается, вот какое Очень поздно проснулся На комоде открытка из Москвы Бумажка вот какая Прокуратура СССР Большая Дмитровка 15А 19 января 36 Номер 13 Дробь 20 591А По распоряжению Прокурора отдела По специальным делам Товарищи Линдсон Вот уже глупая игра фонетики Почти твое имя Сообщается, что ваша жалоба О пересмотре дела Прокуратуры СССР Оставлена без последствий Секретарь Подчеркнутое напечатано Итак, все усилия Оказались бесполезными Надежды рухнули Пока продолжаю работать Над рукописями Пишет Рудаков Очень интересно Но жить без будущего Трудно Будем рассчитывать На лучшее Но одновременно Надо подумать Может быть это Бесконечно Лина Самойловна Продолжала хлопоты Они увенчались успехом Только в июле Предшествующие два месяца Рудаков Измотался в ожидании Боюсь, что Воронеж Особенно стихи Да и все Был настолько литературен Что не смогу Как лет пять назад Отказаться от необходимости Литературной деятельности 24 января Китти Как и орданские стихи У них У первой страфы Смешное происхождение В грешнице У Алексея Толстого Поэта Есть строка А он По-он-пол Йордана Это значит нечто Славянское Церковное А что Черт его знает Может быть даже пишется По-он-пол Знаю эти стихи С голоса С детства И так за умью И остались Ну а в больнице За дежурным столиком Сиди Я увидел Лежащие на ватке Ампулы После чего Твердил какие-то Ряды С ампулами Иордана Которые Ампулы За бессмыслие Исключены А раз они Церковные То есть Не они А их Генетическое Фаготное Пришло слово Святого А толстовские А он Превратились В она Отсюда Дивная поэма Моих восьми стихов Вот Забавно 25 января Сейчас бесконечно Интересная работа Над рукописями 31 января Сегодня Просмотрел СОЭ С 1907 По 1912 Год Подробно Проверили даты И места Написания вещей И кое-что По примечаниям Записали А затем Читали с ним По-итальянски Одинстую пись Чистилище Данте Он Читал По одной Книге А я По другой Он Делал Замечательный Глубочайший Перевод В то же время Объясняя Грамматические Формы И фонетику Я вникал И может Зачитаю По-итальянски Главное Близость Его Толкование Со стихом Это похоже В филологическом Смысле На отсебятину Но очень Своеобразную Глубочайшую Если понять Присмотреться Об этом Надо записать Отдельно Но к сожалению Не записал Дословно Перевода 1 февраля По текстам Кончил 1920 год 3 февраля Чудо Что С О Что-то Наладилось Что Исписано 15 Текстологических Тетрадей День у М И вечер, конечно Работа Дант В Акханале 6 февраля Мы с Анной Андреевной Просматривали Куски моей Текстологии Она вроде Оксмана В смысле Авторитета Она, кажется, Не ждала Увидеть то, Что нашла 7 февраля Пушкинский дом Хочет купить О Архив Он не дает Оставляя Его мне Для работы Но собственность Сохраняя за собой 14 февраля По О Кончил 1932 год Виден конец Рукописи 19 февраля Сейчас 9 часов вечера Один в комнате Пачка тетради Передо мною Буду работать Ты будешь Довольна Работой Этой Она уже Переходит На принципиальные Вопросы Текстология Как таковая Близится К концу 20 февраля Чем хуже Обстоятельства Тем лучше И естественнее Н С ней Биоконва С 19-го года Доведена до 30-го То есть до нового Стихотворного Периода 22 февраля Сейчас вернулся От О Где долго работал Над 1932 годом 23 февраля По О Кончают 1932 год 1933-1934 Пустяки по объему 29 февраля Сейчас бесконечно Изводят О И тревожит Текстология А к вечеру Такой устал И что нет сил Сидеть Кипа тетради Передо мной Но боюсь Что уберу Их в чемодан И пока буду Читать Волкова Это тоже Общественно Полезное занятие Волков Поэзия Русского Империализма Москва 1935 Отказ Прокуратуры В возбужденной И упадочной Состоянии Осипа Мандельштама Длительное Молчание Приревновавшей Лины Самойловны Все это Создало Перерыв В работе Упоминание О занятиях Становится Реже Последние Письма Посвящены Ожиданию Конкретного Возвращения Рудакова В Ленинград 2 марта Очень много Работал Посылаю тебе Один листок С волком Это единственное Умыкание Спрячь его Интересный Вариант Последней Страфы За гремучую Доблесть Грядущих Веков За высокое Племя Людей Я лишился И чаши На пире Отцов И веселья И чести Своей Мне на плечи Кидается Век Волкодав Но не волк Я По крови Своей Запихай Меня лучше Как шапку В рукав Жаркой Шубы Сибирских Степей Чтоб Не видеть Ни труса Ни хлипкой Гресцы Ни кровавых Костей В колесе Чтоб Сияли Всю ночь Голубые Песцы Мне в своей Первобытной Красе Уведи меня В ночь Где течет Енисей И сосна До звезды Достает Потому что Не волк Я По крови Своей И меня Только Равный Убьет Третье Марта К твоему Приезду Текстология Будет Надеюсь Закончена Шестнадцатая Марта Как мало Мы с тобой Ценили Что я так упорно И в сущности Хорошо работал Здесь литературно Сейчас как-то И следа Этой силы Не осталось Углубляется Это состояние Тем, что Чистая Текстология Почти кончено А на большее Сейчас Не способен Двадцать второе Марта Тетрадь уже Раскрыта Буду работать Занимаюсь Разговором О Данте Собственно О Модельштаме То есть Данта там нет Очень мало Если есть Первое апреля Сейчас Лег Рано Нет Двенадцати На стуле Рядом Оськин Дант Его Прочитываю Строится К нему Примечание А насколько Мне было бы легче Это в живой беседе В разговоре С ним Это немыслимо Даже На Гришку Был бы рад Четырнадцатое Мая С О Даже Литературствовали Записывал О нем Суждение Современников В эпиграмических Локальных Фразах Забавно Десятое Июня Перед отъездом Модельштамов На дачу В Задонск И возвращением Рудакова В Ленинград Он сообщает С рукописями Решили так Я Отдаю сейчас Отработанную часть Остальное Проездом Оставлю В Москве Отдал 1908-1924 А поездка Отложилась 20 июня Вчера По традиции Были с ними Весь день Сюда включились Отправка Багажом их вещей Отобрание Мною Еще Кое-каких Бумаг Его пометки И подписи На некоторых Материалах В частности На камне 1913 Года В записях Что получил От них Несколько Надькиных Упоминаний О мне О нашей СО Полемике Время Сентябрь 1935-го Вообще Сделано Все Чтобы документальных Доказательств Моей роли Не осталось Восьмое 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 Июля Вернулся Из Задонска Куда ездил Прощаться С Мандельштамами В письме Данном Для матери Надин Просьба Дать мне Его Оэ Старые Фотокарточки Это и Вчерашний Дант Просто Чудное Достижение В Москве Забрать Можно Нужные Бумаги И это И общий Тон встречи Оставит Лучшее А не худшее Ощущение Осенью Осип Эмилич Посылает Рудакову Своё Доверительное Дружеское Письмо Из Задонска Надежда Мандельштам Описывает Дружескую Поддержку Оказанную Рудаковым Мандельштамом В 1937 Году В Москве Описано В воспоминаниях Надежды Мандельштам Тогда же По словам Харджиева Осип Эмилиевич Представил ему Рудакова Светясь Отцовской Нежностью Я Продиктовал ему Ключ Ко всем моим стихам Объявил он И удовлетворенно Закивал головой При напоминании Николая Ивановича О единственном Предшественнике Мандельштама В этом жанре Державине Рассказывая Об этой встрече Николай Иванович Добавил Оба они И Мандельштам И Рудаков Выглядели так Как будто их связывает Какая-то радостная тайна Увы Ключ Стоившись Стольких трудов Восторгов И ссор Пропал Утрачена И биографическая Конва Составленная Надежда Яковлевна И ее записи Зато в авторском Экземпляре Стихотворения 1928 года Остались поправки Сделанные В результате Пересмотра Затейного Совместно С Рудаковым Они сделаны Осипом Эмильевичем Тушью Несомненно Взятой Из рук Рудакова Его любимая Принадлежность Письма Неизвестно Осуществилась ли Задуманная Рудаковым Тетрадь номер два Но для нее Содержится богатый Хотя и сырой Материал в письмах Рудакова Просачиваются в них И некоторые элементы Ключа Попытаемся же Собрать их воедино Отголоски Ключа Неизвестные Стихи Мандельштама Авторские Толкования Выделим Из писем Рудакова Неизвестные Стихотворные Тексты Мандельштама Тут встречаются Двустишие Обрывки Забытых Стихотворений Шуточные Басни Сочиненные Совместно С Рудаковым Но одна Принадлежит Только Мандельштаму В письмах Приводятся также Варианты Напечатанных Стихотворений Тогда еще Неизвестные Но теперь уже Опубликованные В издании Стихотворения Мандельштама Библиотеки Поэта И отчасти В американском Собрании Его сочинений Разночтений С копиями Рудакова Нет Поэтому Здесь Они не Приводятся Незаурядный Историк Литературный Интерес Представляет Изложение Рудаковым Выступлений Мандельштама О своих Новых Стихах Это живой Комментарий К только что Написанному Среди таких Авторских Высказываний Возникавших Независимо От готовящегося Ключа Выделяются Беседы О стихотворениях Чернозем День стоял О пяти головах О реалиях Стихотворения Мне кажется Мы говорить Должны Указания На поэтику Стихотворения Да Я лежу В земле И творческая История Стихотворения Немучнистой Бабочкою Белой В одном из ранних писем Рудакова 17 апреля 1935 года Читаем Сегодня опять о рельсах Что видны с балкона И о том Скоро ли нас повезут поезда А он говорит Я семафор Со сломанной рукой У полотна Воронежской дороги У него сломана Правая рука Выше локтя Стихи известные С некоторыми разночтениями По мемуарной литературе Рудаков цитирует 21 мая 1935 года С комментарием Осипа Эмильевича Ирония Рудакова Обращается здесь На бурное отречение Мандельштама От акмеизма Вызванное ежедневными Спорами на эту тему Проклятый акмеизм В 1912 году У него Выковал такие стихи О бедном художнике Живущем на чердаке И имеющем Специфические Легкие Тяжелые Упрямые Этсетера Вещи даже в быту Художник Чтобы кофе варить На спирту Он купил себе Легкий треножник Стихи писались Серьезно Но потом Отвергнутые Стали анекдотом В припоминаниях И разговорах Мандельштама С Рудаковым Немалое место Занимал Гумилев С этим связаны Два стихотворных Текста Вот уже Упоминавшийся Выше Осколок Забытого Сонета 1915 года Написанный 18 августа 1935 года Автоматичен Вежлив И суров На рубеже Двух славных Поколений Забыл О бесхарактерном Верлении И Теофиля Принял В сон Богов И твой Картонный Профиль Гумилев Как вырезанный Для китайской Тени С воспоминаниями О Гумилеве Связано Еще одно Четверостишее Приведенное В письме От 3 апреля Уже 1936 года В публичной Библиотеке Достал Гондлу Поэма Гумилева Напечатанная В русской мысли Номер 1 За 1917 год Аполлон Где Америка Гумилева Открытие Америки И его И Кузмина Портреты С О Все это Смотрели Читали Жильца Соседа Из коммуны Зовут Карлик Как и всех Культработников Газеты В отличие От столичных Гигантов О Сочинил Четверостишее Долженствующее Пародировать Гумилева Карлик Юноша Карлик Мимоза С тонкой Бровью Надменный И злой Он питается Только Елозой И Яичный Скорлупой Елозо Редактор Воронежской Газеты Коммуна И член Редколлегии Журнала Подъем Началось так Он сказал Он питается Елозой Сказал В разговоре Прозаически А я Он питается Елозой И яичной Скорлупой Через Несколько Минут О Вопил Четверостишее Сперва Несколько Иное Не запомнил Его 12 июня 1935 Очевидно После каких-то Прений Оба Собеседника Коллективно Сочинили Басню Случайная Небрежность Или Ослышка Вредны Уму Как Толстяку Одышка Сейчас Пример Мы приведем Один филолог Беседуя с Невеждаю Двоем Употребил Речение Идиом И Понаделали Они Друг Другу Челок Но Виноват Из двух Друзей Конечно Тот Который Услыхал Оплошно Идиот Этот Текст Рудаков Послал Вместе С текстом Другой Басни Григорию Масичу Лякумовичу Добавя Что Препровождает Еще Другие Из жанра Его Дурацких Басен И моих Двустишей Но В конверте Адресованном Лякумовичу И сохранившимся У вдовы Рудакова Оказались Тексты Только Двух Басен Вторая Сочнена Модельштамом Единолично Она Замечательна Тем, что Написана По дороге Из Москвы В Чердынь Через две Недели После первого Ареста Осипа Эмилевича Знаменательно, что Она Послана Лякумовичу 15 июня 1935 года То есть Накануне Того дня Когда Модельштам Вместе с Рудаковым Отмечали годовщину Их отъезда Из Чердыни 16 июня Один Портной С хорошей Головой Приговорен Был К высшей Мере И что ж Портновской Следуя Манере С себя Он Мерку Снял И до сих пор Живой Свердловск 1 июня 1934 31 мая 1935 Ночь Недавно Пришел От Модельштама Был гость Некий Стефан Ему читали Стихи 10 штук Реакция Ему безумно Нравится чернозем Остальное Звучит политически А он Сторонник Чистого искусства И не может Мириться С тенденцией И тут Огромное Выступление Модельштама Обращено Не на меня Мне легче Передать Передаю Не порядок Разговора А итог Чернозем Вещь Реакционная Акмистическая Строфика С обновленной Инструментовкой Весь Из камня Источники Адмиралтейства Этсетра Вещь Угнетающая Сейчас Модельштама Это Вещь Тысяча Первая Прекрасная Остальные Вещи Первые И после Них Будут Так По-новому О новом Написаны Тысячи Основной Вещь О Пушкине И Чапаеве Она говорит О русском Фольклоре О сказке О стране И впервые О новом Племени О ГПУ О молодежи У которой Будущее О пленном Времени Вечности И материально На основе Реального Бреда При поездке На Урал Образа Безумного Пространства Расширяющегося Углубленного И понятого Через синее Море Пушкинских Сказок Море По которому Страдает материковая Лишенная Океана Россия Она же Воздушно-океанская Подкова В предыдущей Вещи Далее Мандельштам Говорил Что всю Его жизнь Заставляли Писать Готовые Вещи А Воронеж Принес Может быть Впервые Открытую Новизну И прямоту На следующий День Были у Якова Яковлевича Рогинского Московского Доцента Читавшего В Воронежском Университете Курс Антропологии После Обмена Мнениями О привезенных Им Книгах Гамбургский Счет Шкловского Два Тома Хлебникова И встречи Пяста Масса О вчерашнем Разговоре И планах Издания Собрания Сочинений Или Новой Книги Стихов А главное Рассказы О себе Последних Пяти лет О стихах И так До половины Второго Часа Яков Яковлевич Рогинский Был хорошо Знаком С Осипом Эмиличем Так как Дружил С братом Надежды Яковлевны Евгением Яковлевичем Хазиным В 1979 Году Я показывала Ему Эти записи Рудакова Надеюсь, что они Разбудят его Воспоминания Но он только признал Достоверность передачи Рудакова А сам Воспроизвести слова Мандельштама Не смог Под стихотворением О Чапаеве И Пушкине Подразумевается День стоял О пяти головах А предыдущая вещь Это Мне кажется Мы говорить Должны Привожу Два этих Стихотворения Полностью Так как Они не вошли В издание Библиотеки Поэта 1973 Стихотворение Мандельштама День стоял О пяти головах Сплошные Пять суток Я, сжимаясь Гордился пространством За то, что росло На дрожжах Сон был больше Чем слух Слух был старше Чем сон Слитен Чуток А за нами Неслись Большаки На ямщицких Вожжах День стоял О пяти головах И чумея От пляса Ехала конная Пешая шла Черноверхая Масса Расширением Аорты Могущества В белых ночах Нет В ножах Глаз Превращался В хвойное мясо На вершок Бы мне Синего моря На игольное Только ушко Чтобы двойка Конвойного времени Парусами Неслась хорошо Сухомятная Русская сказка Деревянная ложка Ау Где вы Трое славных Ребят Из железных Ворот ГПУ Чтобы Пушкина Чудный товар Не пошел По рукам Дармоедов Громотеет В шинелях С наганами Племя Пушкиноведов Молодые любители Белозубых стишков На вершок Бы мне Синего моря На угольное Только ушко Поезд Шел На Урал В раскрытые Рты нам Говорящий Чапаев С картины Сказал Звуковой За бревенчатым Тыном На ленте Простынной Умереть И вскочить На коня Своего Мне кажется Мы говорить Должны О будущем Советской Старины Что ленинское Сталинское Слово Воздушно-океанское Подкова И лучше Бросить Тысячу Поэзий Чем захлебнуться В родовом Железе И пращуры Нам больше Не страшны Они у нас В крови Растворены Итак Воздушно-океанское Подкова Символизирует В авторском Представлении Образ России Рвущейся К морю Между тем Так же Как и в стихотворении О Чапаеве Этот образ Порожден Реальной Ситуацией Читая Чапаева Мы всегда Воспринимали Стих На вершок Бо мне Синего моря На игольное Только ушко Как чистый Лиризм Выражающий Тоску По югу Высланного На Урал Мандельштама А оказывается Это одновременно И море Пушкинских Сказок И историческая Тяга России К морским Путям Для этого Художественного Приема Мандельштама Характерно Его замечание По поводу Одного из Стихотворений Санникова На книгу Которого Он писал Рецензию 16 июня Уже ночью Рудаков Пишет Вот конец Дня У Мандельштама В Дика Пишется Рецензия Сегодня Год их Отъезда Из Чердыни Мы сложились И купили Бутылку Вина За рецензией Оно Простояло Неоткрытым И мечети Суровые Скулы Проступали Арабской Резьбой Надин Мечеть На скулы Не похожа Ося Надя Это и лицо И мечеть Сразу Поэт Так хотел Сказать Такой же Двойной Смысл Содержится По Рудакову В стихе Воздушно-океанская Подкова Это и Россия И злободневный Отклик На потрясшее Мандельштама Событие Забывая О генетической Связи Этого стиха С Лермонтовским На воздушном Океане Рудаков Уверенно Указывает На происшествие Послужившее Толчком К возникновению Мандельштамовского Стиха Он Недоумевает Зачем Мандельштам Вставляет В законченнейший Цикл Чужеродные Размашистые Куски Делает Антикомпозиционные Вставки Не без самодовольствия Он сообщает Жене 21 мая 1935 года В четырех Местах Мне удалось Вернуть Идеальный Вариант Но Место два Сохранятся В стиле Барокко Не идущему К целому Так Войны И мира Гнутая Подкова Заменено Воздушно-океанская Подкова Влияние Катастрофы С Горьким По мне Это Безлепица Оттеснившая Клаську Называется Борьба С акмеизмом Катастрофа С огромным Агитационным Самолетом Максим Горький Произошла 18 мая То есть За три дня До этого Письма Самолет Разбился Над Москвой На улице Города Можно было Наблюдать Как от него Отваливаются Части Возможно Что таким Свидетелем Был Рогинский О котором 22 мая Рудаков Еще глухо Упоминал Как о Заезжем Москвиче Очень милом Знакомом Мандельштама В таком В таком случае Рогинский Мог подробно Описать Осипу Эмельевичу Аварию О которой Было Сообщено В правде 19 мая Катастрофа Вписалась В мандельштамовскую Картину Современного Мира Она Отразилась Не только В данном Стихотворении Но и В дальнейшем Творчестве Поэта В стихотворении Немучнистой Бабочкою Белой В домашнем Обиходе Мандельштамов Называем Летчики И В стихах О неизвестном Солдате 1937 Года В этих Последних Воздушно-океанская Подкова Преображена Уже В воздушную Могилу И Воздушную Яму Снова Возвращая Нас К Лермонтову В одном Случа Он назван Прямо И Из Лермонтова Михаила Я Отдам Тебе Строгий Отчет Как Сутулова Учит Могила И Воздушная Яма Влечет В другом Цитата Из Демона Лермонтова На Воздушном Океане Без Руля И Без Ветрил Изменена Несомненно С оглядкой На Московскую Воздушную Катастрофу Как Мне С этой Воздушной Могилой Без Руля И Крыла Совладать Весь Этот Путь Разъяснен В беседе Мандельштама О Развивающемся Зародыше Приводимой Нами Несколько Дальше Таким образом Мы видим Что стих Воздушно-океанская Подкова Имеет даже Не двойной Смысл А несет Нагрузку Нескольких Смыслов Как бы Вмурованных В одну Строку В дальнейшем Мы покажем Как сопротивлялся Этому методу Рудаков Рудаков Наблюдавший За процессом Работы Мандельштама Кстати говоря Уже во время Войны В Москве Рудаков Иронически Восклицал Беседуя Со мной О неизвестном Солдате Причем Здесь Лермонтов Интересно Что уже После стихов О неизвестном Солдате Воздушно-морская Тема Снова Откликнулась В новом Стихотворении И на этот Раз В своем Государственном Значении Оно Принадлежит К циклу Написанному В Савелове 3-5 июля 1937 года Обращенному К Сталину И его Апологету Поповой Яхонтовой Без Приведенного Выше Комментария Оно Оставалось Непонятным Оно Скопировано Рудаковым С автографом Мандельштама Трудно Сказать Позволение Липоэта Или украдкой Возможно Что это Было Сделано В Ленинграде Когда уже С китающейся Мандельштама Ночевали У Рудакова А может быть Он навестил Их В Савелове Вероятно Стихотворение Нельзя считать Завершенным Об этом Свидетельствуют Приводимые Рудаковым Вариант Третьей Страфы И Затемненный Смысл Последнего Стиха Впрочем Переписанного Рудаковым Недостаточно Разборчиво Он писал Простым Карандашом На листках Вырванных Из школьной Тетради В одну Линейку На второй Странице Стихотворение На откосы Волга-Хлынь Напечатанное Мною В 1980 Году В журнале Вопросы Литературы Номер 12 Вторично Опубликовано Нерлером В журнале Дружба Народов В 1987 Номер Восьмой И в других Изданиях С ошибками Там же Он напечатал Пароходик С петухами Привожу Оба стихотворения И вариант Третьей Страфы К первому Стихотворению Пароходик С петухами По небу Плывет И подвода С бетюгами Никуда Не идет Извинит Будильник Сонный Хочешь Повтори Полторы Воздушных Тонны Тонны Полторы И паяльник Звуков Море В перебои Взяв Москва Слышит Москва Смотрит Зорко Смотрит В явь Только На крапивах Пыльных Вот Чего Боюсь Не Изволил Бы В напильник Шею Выжить Гусь 3 июля 37 Савелова Вариант Третьей Страфы И полуторное Море К небу Припаяв Москва Слышит Москва Смотрит В силу В славу В явь На откосы Волгохлынь Волгохлынь Гром ударь В тесины Новые Крупный Град По стеклам Двинь Грянь И двинь А в Москве Ты Чернобровая Выше Голову Закинь Чародея Мешал Тайком С молоком Розы Черные Лиловые И жемчужным Порошком И пушком Вызвал Щеки Холодовые Вызвал Губы Шепотком Как досталось Развяжи Развяжи Красота Такая Галочья От Индийского Раджи От Раджи Алексею Что ль Михалычу Волго Вызнай И скажи Против друга За грехи За грехи Берега Стоят Неровные И летают По верхам По верхам Ястреба Тяжелокровные За коньковых Исп Верхи Ах, я Видеть не могу Не могу Берега Серозеленые Словно Ходят По лугу По лугу Косари Умалишенные Косит Ливень Лук В дугу Савелова 4 июля 37 И еще одно Стихотворение Савеловского Цикла Вероятно Неизвестное Рудакова Но, к счастью Сохранившееся Оно обращено Как уже было сказано К Еликониде Поповой С примесью Ворона Голуби С завороненные Волосы Здравствуй Моя Нежнолобая Дай мне Сказать тебе С голоса Как я люблю Твои волосы Душные Черноголубые В губы Горячие Вложено Все, чем Москва Моложено Чем молодая Расширена Чем мировая Встревожена Грозная Утихомирена Тени Лица Восхитительны Синие Черные Белые И на груди Удивительны Эти две Родинки Смелые В пальцах Тепло Не случайное Сила Лежит Фортепьянная Сила Приказа Желанная Биться За дело Нетленное Мчится Летит С нами Едучи Сам Ноготок Холодающий Мчится Судьбу Свою Знаючи Сам Ноготок Холодающий Славная Славная Безусловная Здравствуй Моя Оживленная Ночь В рукавах И просторная Круглое Горло Упорное Слава Моя Чернобровая Бровью Вяжи Меня Вязкою К жизни И смерти Готовая Произносящая Ласково Сталина Имя Громовое С клятвенной Нежностью Ласкою 8 июня 1935 года Рудаков Передает разговор О последних Вариантах Да, я Лежу В земле Это стихотворение Напечатано С вариантами В издании Мандельштам Стихотворение Страницы 180 и 300 М Сказал Я лежу Сказал В земле Развивай тему Лежу Земля Только в этом Поэзия Сказал Реальное Перекрой Боли Реальным Его Реальнейшим Потом Сверх Реальным Каждый Зародыш Должен Обрастать Своим Словарем Обзаводиться Своим Запасом Идя Одно Слово Неразборчиво Перекрывая Одно Движение Другим Будь Рифма Ритм Все Недостаточно Если Нет Этого Получится Канцелярская Переписка А не Стихи Надо Не забывать Что был Хлебников Что у меня Были Хорошие Стихи Этого Правила Не понимали Некоторые Акмиисты Их Последыши Вся Петербургская Поэзия Вся Официальная Советская Поэзия Пауза Сергей Борисович Давайте Писать Книгу О Поэзии Я Нет Так как Вы на Некоторые Вещи Смотрите Иначе Чем Я Пауза Согласившись Я должен Был бы Сплясать Индейский Танец На Гумилеве М Пауза Он Отвечал Этому Правилу Опять Пауза Сидим Мы У стола Поживав Губами Он Поднимается Идет Кровати И ложится Носом К стене Я Записываю Этот Листок Вернемся К истории Стихотворения Немучнистой Бабочкою Белой Напоминаем Его текст Немучнистой Бабочкою Белой В землю Я Заемный Прах Верну Я хочу Чтоб Мыслящее Тело Превратилось В улицу В страну Позвоночное Обугленное Тело Сознающее Свою Длину Возгласы Темно-зеленой Хвои С глубиной Колодезные Венки Тянут Жизнь И время Дорогое Опершись На смертные Станки Обручи Краснознаменной Хвои Азбучные Круглые Венки Шли Товарищи Последнего Призыва По работе В жестких Небесах Пронесла Пехота Молчаливо Восклицание Ружей На плечах И зенитных Тысячи Орудий Карих То Зрачков Иль Голубых Шли Нестройно Люди 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 Кто же Будет Продолжать За них 21 июля 1935 года Однако указанная Надежда Яковлевна И дата окончания Не сходится С фактическими Данными Писем Рудакова В этот день Он действительно Пишет об этом Стихотворении Как и законченным Но Мандельштам Еще не раз Возвращался К нему И только 30 мая Следующего года Как мы видели Изменил Последний стих Было Продолжение Зорких Тех Двоих Прочтем Записи Рудакова О летчиках Или О стихотворении О гибели Летчиков Как называет Его Надежда Мандельштам В своей Второй книге 21 июля 1935 К Мандельштам Там только Н Играли в шахматы Она говорит Оськ ругал вас Самым пышным образом Всю ночь И мне не давал спать В результате стихи Доделаны Вы огромный молодец Без вас Он бы их не доделал Когда О пришел Мне поднесены Варианты На семи страничках И напечатанный На машинке Окончательный текст Стало лучше Тверже Он, входя, смеялся Что пишет Полушедевры Сейчас Вместо Половины То есть 50% Стало Может быть 80% Есть, например, Стих Как венок Шагающий В покое Всего не посылаю Так как Это еще не конец И вся история Текста Слишком Многообильна 3 августа 1935 Идет И переписывание Стихов О летчиках 6 августа 1935 Сейчас Только что Он закончил Мучившие его Строки Летчиков Веселый Бегает по комнате Подпрыгивает Машет руками Говоря, что Боль сломанной руки Отошла Так как рука Только функция Психики А сейчас Он доволен И спокоен Ночью Дома Еще раз Я умудрился Понять Огромность Мандельштамной Встречи И расставание Страшно Откидывая Все авторские Распри Мы очень полюбили Друг друга И загрустили При мысли Мною Искусственно Подогретой О разлуке Ведь сознание Вот какое Не было бы Ну, скажем Института Или сейчас Оси У меня представление О мире Было бы Скуднее И хуже И жаль Себя отрывать От настоящего Общения Мы вот сегодня Дошлифовали Летчиков Он подкис Да и говорит А мы Правительству Заявление подадим Что отдельно Не можем Это не только Шутка 21 августа 35-го Сейчас Три часа Только что Вернулся От Мандельштамов Там были Артистки О, читал Говорили Ели кекс Колбасу Это с 12 А раньше Доделывали Летчиков Еще раньше О был В редакции Мы с Н Играли И разговаривали Итак Летчики Перерабатывались Еще и в августе 1935-го Года А последний Стих Продолжение Зорких Тех Двоих Был заменен Только в мае Следующего Года Очевидно Этот отмененный Стих Остаток Не дошедший До нас Первоначальной Редакции Летчиков Семь Страничек Вариантов Характер Этого стиха Не оставляет Сомнений В общей Направленности Утраченной Ранней Редакции Это было Очевидно Еще одно Ленинско-сталинское Стихотворение Связанное С первым Воронежским Циклом Прямых Политических Стихов А заложено В нем Совсем Другое Воздушно-океанская Тема Требовавшая Еще Новых Разработок Пока Мандельштам Не создал В 1937 году Свои стихи О неизвестном Солдате Он мучился Этой Ненаписанной Поэмой Вне Удовлетворявшим Его первоначальном Стихотворении Немучнистой Бабочкою Белой Начатое Как завершение Большевистского Цикла Оно Вырывалось Из него Зволок Еще Неуслышным Ритмом Солдата Предвещало Его Об этом Говорит И Надежда Мандельштам Опирающаяся На упоминание Штемпель О словах Самого Осипа Эмилиевича Вторая книга Страница 541 Характерно Что в одном Из самых Ранних Вариантов Поэмы О заглавленной В рабочем Порядке Самим Мандельштамом Солдат Номер Три Есть Отброшенная Впоследствии Строфа Связанная Тематически С первым Воронежским Циклом Сохранившийся В архиве Рудакова Черновой Автограф Лист Разделенный Вдоль Пополам На правой стороне Рукой Мандельштама На левой Надежды Яклины Данная Строфа Написана Его рукой Но Окончилась Та перекличка И пропала Как весть Без вестей И по выбору Совести Личной По указу Великих Смертей Я Дичок Испугавшийся Света Становлюсь Рядовым Той страны У которой Попросят Совета Все Кто жить И воскреснуть Должны И союза Ее Гражданином Становлюсь На призыв И учет И вселенной И семьянином Всяк Живущий Меня Назовет Датировано 27 марта 5 апреля 1937 года В трагической Картине Мира 20 века Изображенной В стихах О неизвестном Солдате Эта Строфа Выглядит Как остаточный Элемент Понятно Почему она Осталась Незавершенной И была Отвергнута Автором Интересно Что сказал бы Мандельштам Если бы он Знал Поэму Воздуха Марины Цветаевой Написанную В 1927 году В дни Линдберга То есть В дни Знаменитого Беспосадочного Перелета Американского Летчика Через Атлантический Океан Эта поэма Напечатанная В 1930 году В эмигрантском Журнале Воля России Оставалась У нас Неизвестной Перелет Линдберга Вызвал Целую бурю Ассоциаций И идей В творческом Сознании Цветаевой Между прочим Несмотря на Триумф Авиатора В ее поэме Тоже присутствует Мотив воздушной Катастрофы Зачем петля Мертвая Полощица Плещется И вот Не жалейте Летчика Тут-то И полет Не рядите В саваны Косточки Его Курс Воздухоплавания Смерть Где Все Созов Заново Так Два Поэта На разных Точках Мира Один В Медоне В 1927 Году Другой Через Десять Лет В Воронеже Откликнулись Каждый По-своему На наступление Грозной Космической Эры В этих Двух Столь разных И по идее И по достоинству Произведениях Можно заметить Некоторые Переклички Если Цветаева Говорит Далее О первом Третьем И пятом Воздухе То Мандельштам Призывает Воздух В свидетели И судьи Цветаева Дает Образ Одиночного Заключения В Медоне Мандельштам В Воронеже Говорит О затоваренном Сознании И полуобморочном Бытии По поводу Смерти Горького Пережитой Осипом Эмилевичем С огромным Волнением Рудаков Вспомнит Одно из Первых Воронежских Стихотворений Мандельштама Где Рифма Горький Дальнозоркий В большевике Это в примечаниях Речь идет о стихотворении «Мир начинался страшен и велик» Привожу его По публикации В российской литературе 1977 года Номер 3 «Мир начинался страшен и велик» Зеленой ночью Папоротник черный Пластами боли Поднят большевик Единый Продолжающий Бесспорный Упорствующий Дышащий В стене Привет тебе Скрипитель Дальнозоркий Трудящихся Твой Угольный Твой Горький Могучий Мозг Гори Гори Стране Создавая первый цикл Мандельштам Начинал понимать Что наложил на себя Неудобоносимые Вериги Заданной Политической темы Это вызвало у него Взрыв отчаяния Описанные Рудаковым 2 и 3 августа Тут важно учесть реальное обстоятельство этих дней 22 июля Мандельштамы уехали в Воробьевский район Осип Эмильич получил командировку от газеты «Коммуна» Для подготовки очерка об областных совхозах 31 июля Мандельштамы вернулись в город 2 августа Рудаков рассказывает Теперь об Оське Но все записать очень трудно Он не может написать очерк Об этом Надим Это медленное выживание человека Давать ему работу Ему чуждую Но по сравнению с Москвой И рецензии, и радио, и статья в газету Невероятная свобода Все это рано или поздно приведет к тупику Но каков он? Опять бросаться в окно? Те годы разлада кончились стихами и Воронежем Ося цепляется За все, чтобы жить Я думала, что выйдет проза Но приспосабляться он не умеет Я за то, чтобы помирать Это мне без него Его утешаем Он Я опять стою у этого распутия Меня не принимает советская действительность Еще хорошо, что не гонят сейчас Но делать то, что мне тут дают, не могу Я не могу так Посмотрел и увидел Нельзя как бык на корову ставиться и писать Описывать Господь Бог может или судебный пристав Я не писатель Я не могу так Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать? Почему это радиус зрения Начинается за одиннадцать часов ползучки от Воронежа? Из Москвы наши бытовые писатели ездят за материалом в Самарканд А Москвы не могут увидеть Эти понятники меня с ума сведут Сделают себе же непонятным Я трижды наблудил Написал подхалимские стихи Это о летчиках Бодрые, мутные, пустые Это ода без достаточного повода к тому Ах, ах и только Написал рецензии Под давлением и на нелепые темы И написал Это о вариантной рецензии Очерк Я гадок себе Во мне поднимается все мерзкое из глубины души Меня голодом заставили быть оппортунистом Я написал горшточку настоящих стихов И из-за приспособленчества сорвал голос на последнем Это начало опять большой пустоты Я думаю, что при доброжелательности жизнь придет Подхватит фактами и понесет Но это была бы не литература Я пробиться сквозь эту толщу В завтрашний или еще какой день Не могу, нет сил О полной жизни говорить еще рано Надо действовать Можно уже стихами И то потому, что они свое знание вкладывают Привносят 23 июня Мандельштам закончил Бурную дискуссию с Рудаковым О рецензии на книжку метростроевцев Двумя сходными афоризмами Поэтическая мысль — вещь страшная И ее боятся И подлинная поэзия Перестраивает жизнь И ее боятся А давать черновики Заготовки прозы я не умею У меня полуфабрикат ужасен Я или ничего не даю Или уже нечто энергетическое Я хотел очерком подслужиться А самоскандалился Стихами Кончил стихи Рецензиями Наплел глупости и отсебятины Очерком публично показал свое неумение Он его показывал в редакции И там сказали, что плохо Это губит все И морально, и материально И бросает тень сомнения на всю мою деятельность И на стихи И так далее И так далее Киса Это запись почти дословная Только очень сокращенная В жизни это причитание Почти слезы Но не психование Все трезво И есть вывод За целый период Надеюсь, что оно минет Но ни нового безумия Ни самоубийства не будет Но потому как Подтянулась Надина И по ее словам О сходстве состояния С первым случаем Да и по собственному наблюдению Вижу, что скверно Вся его деятельность Не выход Положение скверное И упирается в тупик материальный Но беда не так близка Дело не в ней А в том, что Мандельштам Взвыл от халтуры Не тот Осип Эмилич Или Ося Что с нами обедал А гениальный Равный Овидием И чувствующий Что стихи Трещат Здесь даже ирония Не напрашивается И оськой зову его Только по привычке Если б не было неловко Немыслимо Записывал бы все при нем Много блестящего Но это было бы кощунство Человек чуть ли не вен Вскрывать себе В третий раз хочет А я с карандашиком Каждое словечко уловляю Может быть, он хвалил Свою скрипочку А о всем воронежском периоде Говорил как о сломленном И недостроенном Корректуры рецензии Отнесены в подъем После мучений Может быть, их снять Мы с Надин Уговорили не снимать Через несколько часов Я нашел на полу Четвертушку бумаги Конец рецензии о метро Ось как Н Надюша Убери этот селедкин хвост Он воняет И перетух Это совсем не смешно Теоретически Сложность какая Все Он и я Об этой самой жизни А вот прямо описывать ее Нельзя Все это утомительно И на такой высоте Как сегодня Держаться не может Но бежать от этого И беречь себя Не хотел Третья августа У Оси пожар Сердце почти кончился То есть начинается Залгание действительного положения вещей Это от слов Зализывание И лгать Деталь ко вчерашнему К вопросу о Описании Он Почему это санкция Поощрение Должны быть Двигателями литературы Меня в рай пусти Я его не опишу Хотя меня и будут Просить об этом А сегодня Отобраны Заложены жизни Смерть Выданы Ломбардные квитанции Тоже у других людей И идет разговор С помощью квитанции А настоящее Все спрятано Концы в воду Действительно Действительность Надвинулась Мы ощущаем Ее корку Ее отвердение Жизнь Это же движение Событие Его нельзя писать Я должен писать Белые стихи Но не обычные Без рифм Пятистопные ямбы А мои Вроде Нашедшего подкову Где все держится На прозаическом дыхании Кусками Члененно За номерами Чтобы эпитеты Стояли Как в воде На своих местах Бум-бум И Бум Я А отчего нельзя Это в обыкновенных стихах Я-то ведь ненавижу Нашедший подкову Этцетера Он Все от обмеления словаря А это От воронежского Скудения Интеллекта Не читаю книг Не спорю И вы-то То есть я Со мной Не говорите Не спорите Дальше опять о том Что обмелела Есть только Квитанции А не смысловые слова Все это параллельно Попыткам писать Большую прозу Где очерк Может быть Будет как Эпизодический момент Идет и переписывание Стихов о летчиках Благо что мир Воцаряется Видимо речь идет О каких-то Подступах Мандельштама К новой Большой прозе В этом ряду Представляет Интерес беседы Осипа Эмильевича С Рудаковым Происходившая 3 апреля Следующего года Мы уже обращались К записи Этого дня Рассказывая О совместном чтении Гондлы И Открытия Америки Гумилева О пародийном Стихотворении Карлик-юноша Карлик-мимоза Этот день был В своем роде Юбилейным Рудаков пишет Сегодня А может быть вчера Но мы решили Что сегодня Год нашего С.О. Воронежского знакомства Он купил колбасы Сыру и конфет Всего понемногу Так как денег нет И мы пили чай И говорили друг другу Нежные вещи Разговор же О конце года Стал невольным Итогом А разговоров Не было давно Пересказывая Этот диалог Рудаков Как всегда Подробнее Передает свое Выступление Чем ответы И вопросы Мандельштама Но мы уже Знакомы с его Манерой И можем Сами извлечь Из коротких Реплик Мандельштама Смысл Его открытых Признаний О своем Стихи Есть поэзии Многое Многое Музыка О нем Попытки Ирана Уходил На египет Этот просветленный День Ирана Короустно За первое Он встает Века Гелаты А дальше Мехлюндия Рефлексия Скулеж Словом Пастернак Пробовал И вчера И сегодня Себя Перечитывать И ей Ей Лучше Хотя Может быть Схематичнее Но нет Это неверно Это мне кажется От близости Собственной вещи Звучит ее Понятность Время пройдет И ни одна собака Не поверит Что я Написал Раньше Но суть Не в том Как и ждал У Мандельштама Судороги От восторга Гениально Как хорош Сам он до того Отрезвился Что принялся За стихи Именно Исправил В стих Последней Воронежской Вещи Поправка К стихотворению Немучнистой Бабочкой Белой Смотри выше Он Я раскрыл То Что меня Закупорило Запечатало Какие теперь Просторы А Пастернак Установил связь Между Конем Окном И небом Смотри стихи У меня теперь Новые У Потянуло Чуть ли не Восемь месяцев Был перерыв А звание Надо носить Правда Сергей Борисович Стихи У Пастернака Глубочайшие А языки Особенно Сколько Мыслей А вы Что скажете Я У меня Дело Особие Они Они Очень Похудому Близки К моим Новым Стихам Он Стихи Другие Стихи Никогда Не Отменяют А в том же Номере Знамени Шкловский Пишет Что Блок Маяковскому Сказал Вы Нас Отменяете Но Мы Конечно Этому Не Можем Радоваться Все Это Произошло У Мандельштама Вспешно Пришла Одна Из Радиознакомых И Я Уехал К Юлию В Прихожей О Э Сергей Борисович Оставайтесь А нет То Завтра Будете Читать Стихи Я Ушел Переволнованный К Чему Этот Хамский Период Если О Опять Восстановится Я К Нему По Старому Не Буду Относиться И Стихов Читать Не Буду Вот Уже Конец Воронежа Он Создал Такую Обстановку Что Я Не Знаю Законы Истории И Знаю Что Силой Вещей Могут Быть Загублены Дивные Даже Произведения И Со Мной Неизмеримая Вина Мандельштама Я Буду И жить И Работать Но С Пользой Воронеж Принес Глубочайший Вред Вчера Не Писал Нарочно Будут Потом Стихи И И И И Сейчас Было Гадко Это Какие-то Формы Проигрыша Понятно Лепешу Все С Пастернаком Лишь Пример Что Близкое Ко Мне Катируется Как Гениальное У Мандельштама И Критики За Известность Перечитывал Стихи Нет Не Разочаровывают Какие Скоты Люди Рад Что Внутренне От Мандельштама Свободен Что Не Буду Читать Так Астрономически Точно Знаю Что Будет Бред Брани Довольна Этого И Не Хочу Есть Пойми Все Это Может Быть Лучшее Проявление Силы Но Может Не Быть Плохо И Сильному Эти Две Последние Записи Ключевые Осип Эмилиевич Радостно Встречает У Пастернак Родственные Мысли Слова Мандельштама Об Установленной Пастернаком Связи Между Конем Окном И Небом Напоминают Его Более Ранние Высказывания Об Обрастании Каждого Зародыша Своим Словарем То есть Необходимости Развития Заложенной В стиховом Слове Темы В стихотворении Пастернака Он Встает Века Гелаты Тема Коня Впервые Дана В четвертой Строфе Разве Въезд В эпоху Заперт Пусть Он Крепость Пусть Он Храм Въеду На коне На паперть Лошадь Осажу К дверям Развивается В следующих Строфах И Исчерпывается Восьмой Твой Поход Изменит Местность Под чугун Твоих Подков Размывая Бессловесность Хлынут Волны Языков Эти строки Прикликаются С мыслями Мандельштама Зафиксированными Рудаковым Еще 23 Июня 35 Года Подлинная Поэзия Перестраивает Жизнь И ее Бояться Под связью Между Конем Окном И небом Осип Эмильич Подразумевает Вероятно Весь цикл Напечатанный В знамени Так В стихотворении Немые Индивиды В последних Строфах Вновь Откликается Тема Коня Сопряженная С названными Мандельштамом Темами Теперь Темнеет Рано Но Конный Небосвод С пяти Несет Охрану Окраин Рощ И вод Из комнаты С венками Вечерний Виден Двор И выезд Звезд Верхами В сторожевой Дозор Эти Соприкосновения Вызывают У Мандельштама Новый Прилив Поэтической Энергии Однако Вскоре Заглушенный Следующий Творческий Период Начался Только В конце 1936 Когда Осип Эмилич Остался Совершенно Один Без Собеседников Вопреки Предсказаниям Рудакова Он Не Обратился К Прозе А Создал Свой Последний Цикл Воронежских Сихов Надежда Яковлевна Приезжая В Москву Внимательно Подбирала Книги По Искусству Или Истории Которые Привозила В Воронеж Осип Эмилиевич Они Продолжение следует...